Доброе утро. Я вас всех приветствую. Меня зовут Сергей Хулешов и я рад, что вы к нам заглянули. Сегодня у нас вебинар, посвященный разработке интернет-магазина. Я приветствую всех. Для начала, пока у нас самое начало вебинара, хотелось бы несколько технических формальных моментов с вами уточнить. В первую очередь, это касается того, слышно ли вообще трансляцию, все ли у нас в порядке со звуком и с картинкой. Сразу же хотелось бы проверить и ваши навыки по управлению программой, которую вы сейчас перед собой видите. Видите, вы к нам подключились с помощью программы GoToWebinar. И я прошу вас в закладочке questions, где вот примерно так, как показано у меня на экранчике, нажать, написать мне что-нибудь в вопросике. Очень просто это написать плюсик, если вы все видите и слышите, написать минусик, если вдруг какая-то проблема с трансляцией или что-то со звуком и так далее. Инструкция для тех, кто вдруг по какой-то причине меня, может быть, сейчас не слышит, она тоже есть на экране. И я надеюсь, что с этим мы с вами справимся. Так, сейчас, пока я смотрю и получаю вопросы от слушателей, хотелось бы провести еще небольшой, маленький такой, скажем, соцопрос. Так, секундочку, у меня потерялись вопросики, поэтому я на секундочку переключусь. Я прошу вкратце буквально в двух словах написать о том, какую сферу бизнеса вы представляете. И если можно, какой-то фидбэк по вебинару впоследствии в конце вебинара тоже оставьте в этой же закладочке. Так, я вижу, что у кого-то не появилась картинка. И, конечно, Алексей, если она до сих пор не появилась, то, возможно, вам поможет одно из самых простейших действий, которое помогает в большинстве случаев, это отключиться от вебинара и, перейдя по ссылке, подключиться к нему снова. Это такая довольно-таки действенная мера. На самом деле, наша практика довольно-таки большая в проведении вебинаров показывает, что наше подключение все работает довольно стабильно, и там для большинства аудиторий с картинкой, со звуком все в порядке. Отсюда еще одно предложение. Если вдруг вы понимаете, что вебинар вам смотреть тяжело, потому что звук прерывается, картинка тормозит и так далее, скорее всего, это связано со скоростью интернет-канала, и чаще всего это происходит на вашей стороне, у нас довольно хороший дорогой интернет с резервированием и так далее, то вы не расстраивайтесь, вы всегда сможете пересмотреть этот вебинар в комфортном для себя режиме, посмотрев видеозапись. Видеозапись ведется, она будет доступна на сайте Alenas Bittrex буквально через какое-то небольшое время, может быть, даже сегодня, если успеем сконвертировать и выложить. Немножко по формату. Во-первых, сразу показываю, где искать в будущем записи, и немножко по формату самого вебинара. Вот на главной странице нашего сайта здесь есть бесплатные вебинары, можно прямо так отлистать и найти нужный вебинар, или перейти в все события, и там с помощью фильтров, поисков найти любой интересующий вебинар, и выбрав там по спикеру, который его читал, или по теме, ну и, собственно, найти записи. С сегодняшнего вебинара у нас стартует цикл вебинаров, он называется «Интернет-магазин за 6 часов». Сегодня первая часть, первая часть начинающая, и мне выпала честь открывать этот вебинар. Он, собственно говоря, про самое начало. С чего начать? Если среди слушателей есть опытные владельцы интернет-магазинов, в том числе на платформе Bittrex, наверное, вам будет сразу, извиняюсь, больше быть не очень интересно, потому что первая часть вебинара рассчитана на новичков, на тех, кто ни разу не ставил, не устанавливал, не разворачивал Bittrex, не пытался там что-то делать с самого нуля. Моя задача как раз раскрыть все вот эти нюансы, начало, как, собственно говоря, начать работать с платформой, как запустить свой первый сайт и какие первичные настройки выполнять. В дальнейшем наша серия этих вебинаров продолжится. 22 января и 2 февраля будут следующие два вебинара из этой серии, которые, собственно говоря, будут рассказывать уже о более серьезных настройках внутри, по организации продаж, по работе с клиентами, по продвижению магазина и так далее. Мы, собственно, будем об этом довольно детально рассказывать. Еще момент. Значит, регламент сегодня у нас следующий. Первая часть моя. По расписанию у меня полтора часа времени отведено. Я постараюсь чуточку побыстрее. Надеюсь, что мне удастся донести все основные моменты работы с платформой, от ее начала до, собственно, завершения, до перехода к глубоким настройкам. Вторая часть. У нас Михаил из компании Первый Бит будет выступать с докладом «Как успешно запустить e-commerce». Михаил с нами на связи. И, соответственно, после моего доклада будет его доклад. Тезисы, я думаю, вы с ними прекрасно знакомы. И, в общем, тоже будет интересно. Ну что же, давайте потихоньку продолжать. Надеюсь, что размер моего экрана для вас комфортен. Я не буду переключаться в полноэкранные режимы, чтобы лишний раз не напрягать системы. Итак, вообще, когда мы планируем развитие нашей платформы, развитие платформы 1S-Bitrix управления сайтом, мы много смотрим, конечно же, на обратную связь от наших клиентов, на то, что происходит вообще с рынком интернет-торговли в России. И очень много изучаем всяких аналитических отчетов и так далее. В прошлом году на подобных вебинарах я довольно детально рассказывал и про аналитику, и про цифры, и какие там происходят росты, и какие изменения. Сейчас я эту часть немножко сокращу, потому что свежей аналитики пока нет. Аналитики, которая закрыла бы 2015 год с какими-то интересными фактами, или грубо говоря, какая-то финальная статистика, потому что происходило на рынке интернет-торговли в 2015 году, тоже пока нет. Я уверен, что аналитические агентства над этим сейчас плотно работают, и мы там в ближайшие месяц-два получим эти данные. Но говорить о прошлогодних каких-то недоделанных цифрах, мне кажется, уже не очень актуально. Я уверен, вы их все прекрасно знаете и слышали. Хочется немножко поговорить о трендах, которые, на мой взгляд, сейчас важны. Вообще при работе с электронной торговлей и при открытии интернет-магазина, при развитии интернет-магазина, то есть нужно понимать, что на самом деле большая часть жителей нашей страны, на которых в большинстве случаев интернет-магазин рассчитывает, они уже в сети, так или иначе. Причем сейчас основной рост потребителей интернета, он в регионах. То есть, грубо говоря, это небольшие города, потому что покрытие интернетом в больших городах там катастрофическое, это больше 90%, и, ну, собственно, там все. Остаются небольшие города и регионы, куда интернет доходит не так быстро, но, однако, и там мобильная связь и мобильные устройства уже достаточно популярны. Даже небольшой город, там до миллиона, там до 500 тысяч человек, там уже довольно большое проникновение интернета через мобильные устройства. Они сейчас очень сильно доступны. Это означает, что на самом деле люди стали забывать, что такое стационарный компьютер. Ну, вот, серьезно. Один из моментов, который меня сильно впечатлил, когда мой ребенок, ему сейчас 8 лет, увидел обычный стационарный компьютер и спросил у меня, что это. Да, он в жизни не видел таких устройств. Ну, в общем, суть в том, что люди все чаще заходят через свои портативные устройства интернет, выбирают там товары, ищут товары, выбирают их, принимают решения о покупке, ну, и все чаще оформляют заказы непосредственно через мобильные устройства. На самом деле цифры там порядка 10-12%, пока, ну, по разным аналитикам где-то чуть выше, где-то чуть меньше, но в целом, по крайней мере, поиск и выбор товаров уже очень часто происходит с мобильным устройством. Ну, и, собственно говоря, эти тренды не могут не заметить поисковые системы, основной задачей которых является предоставление релевантного контента. И поэтому они начинают проверять наши с вами сайты на совместимые с мобильными устройствами. Ну, и, собственно говоря, мы видим это в результатах там последних действий в прошлом году, так как Google поступил, у Яндекса тоже определенные изменения происходят и будут происходить и дальше. То есть в ранжировании результатов поиска Яндекс или Google в случае поиска с мобильного устройства будет отдавать предпочтение сайтам, которые через мобильные устройства лучше отображаются, лучше работают, ну, и так далее. Соответственно, создавая там сайт сегодня, да, ни в коем случае нельзя забывать про адаптивную мобильную версию или мобильное приложение, ну, в общем, что угодно, что позволит пользователю пользователю как можно проще и быстрее взаимодействовать с вашим сайтом, используя маленький, не очень быстрый смартфончик и, собственно говоря, открывая ваш сайт именно в нем. Поэтому есть еще некоторые моменты, например, связанные с тем, что на самом деле рост посещаемости сайта, да, рост трафика, который вы можете привлечь к своему интернет-магазину, он, ну, довольно ограничен, да, и, ну, как бы невозможно его увеличивать там до бесконечности, потому что это будет просто очень дорого. Конкуренция растет, соответственно, поисковые запросы становятся дороже, реклама в интернете становится дороже, и, как бы, потенциал роста интернет-магазина на самом деле внутри самого интернет-магазина, насколько эффективно сможет работать ваш магазин, превращая тех, кто пришел на ваш сайт из простого посетителя в реального покупателя, который заплатит вам деньги, вот настолько и успешный будет ваш магазин. Это очень важный момент, он, это называется, конверсия, конверсия, собственно говоря, посетителей магазина в покупателей, ну, и дальнейшая, возможно, конверсия в постоянных покупателей. Это тот показатель, на который сейчас там очень важно ориентироваться при развитии своего интернет-магазина, при его настройках, при работе. На конверсии являет много различных факторов, ну, в частности, например, предугадывание желаний пользователя, да, то есть, когда ваш покупатель только приходит на ваш сайт, попадает на главную страницу там или какую-то там карточку товара, да, а сайт уже понимает, что ему предложить дополнительно к этому товару или какой из товаров предложить ему в качестве, там, желаемого, там, возможно, персонального предложения, там, на скидки и так далее. Эта технология персонализации, они, в общем, сейчас очень актуальны и действительно помогают лучше конвертировать трафик. Ну, и, собственно, о чем я говорил в самом начале, сайты должны быть адаптированы к рынку мобильных посетителей, скажем так. Что же, так, секундочку, у меня где-то тут еще скрыты вопросики. Мы сейчас будем переходить к части, связанной с... непосредственно с платформой 1С Битрикс. Так, 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 я на секундочку ваши вопросики хочу вас поблагодарить за то, что вы так активно отвечаете на мой небольшой соцопрос. Я вижу, что у нас среди гостей представители действительно интересных областей бизнеса. Это и детские товары, и консалтинг, и реклама. Наши коллеги-разработчики на Битрикс. Так, вижу, что в некоторых случаях возникает проблема со звуком. Так, надеюсь, что... Сейчас я секундочку проверю, все ли в порядке или у меня... Да, с моим микрофоном все в порядке. Система показывает, что звук от меня уходит хорошо. Поэтому еще раз напомню, что если вдруг какая-то проблема со звуком, он, скорее всего, просто со скоростью интернета небольшая сложность. И можно либо чуть-чуть подождать, либо переподключиться к вебинару, либо попробовать свой другой канал интернета. Кстати, вы можете подключаться к этому вебинару, используя мобильное устройство. Есть, например, для айфонов, андроидов специальное приложение GoToWebinar. С помощью него можно подключаться к вебинару и слушаться смартфона. Может быть, так будет лучше или удобнее. Переходя непосредственно к разговору о платформе, хотелось бы отметить следующее. Вообще мы старались сделать это, в общем-то, естественно, для разработчика программного обеспечения, сделать как можно более универсальное решение, чтобы оно подходило любой категории клиентов. То есть, начиная от самых маленьких интернет-магазинов, которым может справляться один-два человека, и продают что-то, что делают своими руками, как, например, есть некоторые работающие дома молодые мамы, например, пекут торты, делают какие-то уникальные дизайны этих тортов и так далее. Есть те, кто занимается производством каких-то мелкой радиоэлектроники, ну и так далее, в штучных вариантах, или там оказывают какие-то сервисные услуги и так далее. До, в общем-то, проектов федерального масштаба, таких как, не знаю, известные магазины «Свездной», «Дорадо», «Евросеть» и так далее. То есть, для любого масштаба бизнеса мы считаем, что платформа должна подходить. Именно поэтому у платформы 1СБитрикс есть несколько вариантов редакций, начиная от самой дешевой для очень простых сайтов за 1900 рублей, и заканчивая, там, редакция «Энтерпрайз», которая рассчитана как раз на работу с действительно очень сложных интернет-проектов и стоимость там около полутора миллионов. Стоимость, то есть от стоимости зависит комплектация самой редакции, какие программные модули туда входят, и какие возможности, соответственно, вам платформа дает для работы с вашим интернет-магазином или просто сайтом. При этом движок, можно его так называть, некоторые его называют движок, кто-то называет CMS-ка, на самом деле это платформа 1СБитрикс, потому что это больше, чем движок и больше, чем CMS-ка, на самом деле по функционалу вы, наверное, в процессе вебинара это поймете. Очень популярна среди любых тиражных систем управления сайтами мы занимаем очень большую долю, около 65%. У меня тут данные сейчас на июнь, но на самом деле там уже около 65%. Это вот есть такая исследовательская история с компанией Трек, которая автоматически опрашивает все домены в зоне РУ, проверяя роботом, что за платформа там установлена. Ну и вот, собственно говоря, по этим данным составляется некий рейтинг различных платформ управления сайтом. У нас более чем 140 тысяч клиентов, и среди них более 26 тысяч интернет-магазинов. То есть на самом деле по оценкам компании Data Insight, это где-то примерно тоже чуть больше половины всех интернет-магазинов, которые работают в Рунете, сделаны, собственно, на Битриксе. Что важно для наших клиентов, это то, что у нас больше 12 тысяч партнеров. Для нас партнеры – это компании, которые разрабатывают интернет-проекты, внедряют их, поддерживают, обслуживают, развивают для наших клиентов. То есть, грубо говоря, 12 тысяч интернет-проектов, веб-студий или диджитал-агентств, компаний, которые занимаются разработкой, продвижением, поддержкой интернет-проектов. Это означает для нашего клиента, что вы можете выбрать себе разработчика, того, кто будет заниматься вашим интернет-проектом, достаточно легко, потому что выбор довольно-таки большой, вы можете несколько раз попробовать менять разработчиков, не переделывая, грубо говоря, с нуля все, что было сделано. То есть, выбрать себе разработчика, как говорится, на вкус, на цвет, на деньги, на скорость, на какую-то другую привлекательность, какие-то компетенции и так далее. Для того, чтобы помочь вам с этим выбором, у нас есть специальный на сайте список партнеров. Они расположены у нас по всей стране и ближайшим странам СНГ, и, соответственно, вы можете найти ближайшего к себе или наиболее качественного, или наиболее обладающего наибольшей экспертизой именно в вашей области торговли или вашего бизнеса. Еще один момент, который, наверное, важен, это marketplace. О marketplace мы поговорим чуть-чуть позже, но отмечу, что marketplace – это такой магазин веб-приложений для сайтов. Среди веб-приложений существуют не только какие-то дополнения, которые расширяют возможности платформы, но и готовые сайты, готовые интернет-магазины. Это дает, на самом деле, фантастическое преимущество и возможность очень быстро запустить свой интернет-проект с минимальными вложениями. Когда вы на старте можете использовать что-то готовое, уже проверенное, тестированное и гарантированно работающее с точки зрения юзабилити, и с точки зрения удобства использования каждым конкретным пользователям, и там вами как администраторам, с точки зрения скорости работы, с точки зрения расположения каких-то элементов и так далее, это, конечно, очень ценно. Поэтому о готовых решениях мы сегодня с вами будем говорить довольно детально, и, собственно, на базе готового решения будем же и работать, и, собственно, изучать. Так, что дальше? Мы сейчас с вами будем начинать работу с Битриксом с самого-самого начала, и представим, что мы с вами решили открыть интернет-магазин. Ну, на самом деле, не очень важно, чего конкретно, я постараюсь как-то более универсально все показывать, чтобы вы могли применить это к своей области без каких-то проблем, чтобы было понятно, насколько это вам применимо в тупущий момент. Напомню, что мы стараемся сделать вход в этот бизнес, вход в интернет для компаний максимально простым, поэтому, конечно, предлагаем готовые решения. Я буду показывать возможности платформы на базе готового решения, которое встроено в платформу. Это универсальный интернет-магазин, он разработан по всем современным технологиям, то есть он адаптивен, подходит и хорошо отображается на смартфонах, на планшетах, на больших компьютерах, на огромных экранах и так далее. Он уже преднастроен, мы сейчас с вами все эти настройки пройдем и посмотрим, как это происходит. В нем уже заложено большинство функций, необходимых для старта, собственно говоря, в продаж в интернете. Ну, чтобы долго не затягивать, я вам расскажу, что мы сейчас, собственно говоря, начнем вот эту установку. И небольшой технический момент для того, чтобы вообще запустить Bittrex, поскольку это система управления сайтом, нужен сервер. То есть нужен либо хостинг, на котором будет размещаться ваш сайт, либо ваш компьютер, который может при помощи хитрых махинаций выполнять роль интернет-сервера. Но вот именно эти махинации мы сейчас с вами произведем, и я постараюсь объяснить, что для этого нужно, чтобы запустить у себя на рабочем или домашнем компьютере полноценную платформу Bittrex и, в общем-то, начать работу с сайтом и сделать это полноценно, даже с возможностью в дальнейшем то, что у вас получится, просто там и удобно перенести на уже действующий хостинг, подключить туда домен и, в общем, открыть ваш сайт для посетителей, начать рекламную кампанию. Что нам понадобится? Нам понадобится зайти на наш сайт, в раздел «Продукты», выбрать раздел «Виртуальная машина». Я буду использовать для запуска на своем компьютере виртуальную машину. Это виртуальный веб-сервер, который содержит... который, грубо говоря, по факту, это компьютер внутри компьютера, то есть он такой виртуальненький, но он будет выполнять все те же самые функции, которые выполняет веб-сервер у какого-нибудь хостера. Но это будет происходить в рамках моего ноутбука. У меня MacBook Pro 13-дюймовый. Собственно говоря, вот на нем это все изработает. Значит, что мы делаем? Мы скачиваем... Ну, я вот выберу виртуальную машину для VirtualBox. VirtualBox – это среда виртуализации. Она совершенно бесплатна, с открытым... Совершенно бесплатна для использования. Соответственно, вы можете ее скачать с официального сайта VirtualBox, набрав просто в поисковике VirtualBox, там, и, собственно, найти официальный сайт, и скачать эту среду виртуализации. Она понадобится для того, чтобы запустить, собственно говоря, нашу виртуальную машину. Значит, вам нужно скачать... Соответственно, нажать на эту кнопку, загрузить себе пайл виртуальной машины. Он занимает примерно около гигабайта. Соответственно, время займет некоторое... Загрузка займет некоторое время, поэтому я, конечно же, предварительно его скачал, чтобы не занимать время во время вебинара. Что дальше нужно сделать? Для того, чтобы, собственно говоря, запустить этот сервер, нужно выбрать в основном меню программы. Ну, на Macintosh основной... На Mac основное меню вот здесь вверху. На Windows платформе будет, соответственно, меню вот здесь. Это называется пункт меню «Файл импорт конфигураций». Что эта штука делает? При выборе того самого файла, который вы скачали, на него надо, безусловно, предварительно разархивировать. Там получится вот такой вот файлик, который называется Vimbitrix 5.1.5, эта версия. И для какого процессора она рассчитана. Соответственно, и выбрать этот файлик. Так, в этом файлике хранятся все необходимые настройки виртуальной машины и некий образ ее диска. Мы нажимаем «Продолжить». И VirtualBox предлагает нам некоторые изменения параметров виртуального компьютера. Ну, мой компьютер позволяет мне увеличить количество процессоров и немножко увеличить оперативную память, которую сможет использовать мой виртуальный компьютер для работы сайта. Ну, и так будет просто несколько комфортнее. Если у вас достаточно мощный ноутбук или компьютер, то вы смело можете здесь сделать побольше. Ну, вот таких настройок, в общем-то, достаточно для комфортной работы внутри хорошего компьютера. После нажатия кнопки «Импорт» произойдет, собственно говоря, автоматическое создание виртуальной машины. Это занимает буквально 40-50 секунд. После чего в списке виртуальных машин, которые у меня здесь слева находятся, вот сейчас немножко не видно, появится наша созданная виртуальная машина. Я хочу отметить, что запускать VITREX можно не только с помощью виртуальных машин и не только с помощью VirtualBox. Возможно использовать VMware или Hyper-V. Это Microsoft и, соответственно, VMware продукты. Для них тоже сделаны виртуальные машины. Если вы вдруг используете по работе VMware или у вас есть гипервизор, то вы, соответственно, можете использовать эти варианты. Если у вас Linux, для Linux тоже есть специальное веб-окружение. И это веб-окружение помогает на голый Linux поставить, грубо говоря, правильно настроенное веб-окружение под один из BITREX. Ну, и еще из вариантов запуска BITREX для того, чтобы попробовать и потестировать, это различные демо-версии. Ну, вот, например, если мы перейдем в систему управления сайтом, на нашем сайте у нас здесь есть различные ссылки на демо-версии, на пробную, собственно говоря, версию одной из... со самой платформы. В частности, можно скачать пробную версию в виде обычного исполняемого файла под Windows. В этом случае это самый простой способ запуска. В этом случае у вас появятся некие файлы .zea, которые при разворачивании установят маленький виртуальный сервер и, собственно, самую платформу развернет и запустят. Вы сможете с ней работать на вашем компьютере. Ну, вот у меня Mac, поэтому мне не приходится, но мне больше нравится и надежнее работать с виртуальной машиной. Это как-то более приближено к боевым условиям, в которых в дальнейшем будет работать ваш сайт. Ну, и также есть демо-лаборатория. Это возможность протестировать в режиме онлайн. На три часа вам будет создан доступ к платформе, то есть отдельно для вас создастся, развернется установка на нашем уже хостинге. Она будет доступна только три часа. Вот здесь, нажав «Тестирование», вы сможете пройти простенький мастер, который, собственно говоря, запустит в нашем облаке для вас демо-версию. Это вот все возможности для работы с демонстрационными версиями для того, чтобы все проверить. Ну что же, вот та виртуальная машина, которая с нами была только что создана. Нужно провести небольшие настройки. Ну, в частности, обычно вот здесь вместо вот этой абракадабры нашего служебного названия используются какие-то названия более понятные. Например, «Майшоп». И еще один момент, который я рекомендую сделать, это переключить тип подключения сетевого адаптера в сетевой мост. На самом деле это кажется немножко сложным, но делается это только один раз. Надо просто запомнить один момент, что надо сеть переключить в сетевой мост. После этого на большинстве компьютеров все заработает сразу. У меня есть уже запущенная виртуальная машина. Сейчас я не буду ее запускать, чтобы, опять же, не тратить время на загрузку. И мы с вами можем посмотреть, как выглядит экран нашего виртуального сервера. На самом деле здесь нам делать особо нечего. Ух ты, кстати, наверное, придется все-таки перезапустить ее. На экране нам, в общем, делать особо нечего, потому что никаких настроек там не нужно делать. Нам единственное, что нужно оттуда взять, это IP-адрес, который будет предоставлен нашей системе для того, чтобы получить доступ через браузер. Сейчас я перезапущу пока систему, чтобы она получила IP-адрес. Так, пока она запускается, я хочу несколько моментов обозначить. Значит, о чем мы с вами сегодня вообще поговорим? Вот на живом примере на установке платформ. Мы с вами поговорим о мастере управления интернет-магазином. Это такой специальный раздел, который собрал в себе ссылки на все настройки платформы, связанные с интернет-торговлей. Зачем это нужно? Затем, что даже опытные пользователи при запуске интернет-магазинов некоторые вещи забывают или начинают... Ну, поскольку действительно настроек много, платформа очень функциональная. В ней иногда довольно сложно сориентироваться, а где же найти ту или иную настройку. Зачастую эта настройка бывает критически важна. То есть без нее действительно там сложно что-то сделать. Вот, собственно, для этого сделал мастер управления интернет-магазином, в который собрались ссылки на все основные параметры интернет-магазина. Ну, сейчас мы посмотрим с вами вживую. Итак, виртуальная машина у меня загрузилась, и единственное, что нам нужно на ее экране, это вот этот вот IP-адрес. Этот IP-адрес предоставляется автоматически из вашей сети, в которой, собственно говоря, подключен ваш компьютер. Если он подключен к интернету, вы там с местного маршрутизатора получите, или ваш компьютер это как-то сделает. В общем, об этом беспокоиться не нужно. Если вдруг IP-адрес не получается, соответственно, нужно поэкспериментировать с разными типами подключения сетевого адаптера. Выбрать не сетевой мост, а, возможно, NAT, или какой-то другой вариант, просто перебирав несколько моментов. Так, еще раз. 202 у меня адрес. Ой, где должны быть точки? Это я что-то промахнулся. Ну, и, собственно говоря, перейдя по этому адресу, нас встретит уже виртуальная машина Bittrex с предложением развернуть платформу. Ну, собственно говоря, если вы вдруг используете, если у вас уже есть резервная копия, и вы, например, решили свой действующий сайт на Bittrex потестировать локально или попробовать донастроить локально, вы можете заархивировать и с помощью кнопки «Установить проект» развернуть свой сайт вот здесь локально у себя на компьютере. Я буду выбирать новую установку, я выберу управление сайтом бизнес, у меня будет действительно демонстрационная версия. Если вдруг у вас есть уже коммерческий ключик, вы можете здесь его указать, и система сразу будет установлена в коммерческом варианте использования. Но в моем случае это будет система демонстрационная. Пока сейчас платформа будет скачиваться, то есть на самом деле мастер установки сейчас будет производить загрузку дистрибутива, это происходит там довольно быстро, но все же пока это происходит, мы с вами вернемся к презентации, чтобы не следить за тем, как бегут процентики. Продолжая про мастер интернет-магазина, я хочу отметить несколько моментов. Во-первых, перейдя по одной из ссылок в мастере установки, вы попадете сразу в соответствующую настройку и сможете там же тут же получить доступ к инструкции по настройке в этом разделе. Там есть и видеоролики, и просто инструкции, то есть в принципе мы стараемся сделать очень дружелюбным эту историю, чтобы вам было как можно более легко справиться с первичными настройками. Ну и также мы как бы структурируем вашу работу по настройке интернет-магазина, по его, по работе с ним и по его развитию, что самое важное. То есть, грубо говоря, здесь есть раздел настройка интернет-магазина, есть поддержка, есть развитие. И там дальнейшее слежение за его каким-то здоровьем, можно так его назвать. Здесь есть некий общий прогресс, вот этот, скажем так, шкала прогресса, то есть на какой сейчас стадии настройки или работы вашего магазина вы находитесь. И это как игра, вам нужно набрать 100%. Но это будет не так-то просто, недостаточно просто пройти и выполнить все настройки, чтобы набрать 100%. У вас должны появиться заказы, и самое важное, что требует от вас этот мастер-магазина, и эта шкала прогресса, это рост. Рост продаж. То есть, как только ваш магазин показывает рост, у вас действительно может получиться 100%. Это как некая игра для владельца интернет-магазина добиться хороших результатов. Ну что ж, был скачан дистрибутив, он был развернут, и сейчас запустился мастер установки, собственно говоря, самой платформы 1SB. Сейчас мы проходим несколько шагов, принимая лицензионное соглашение. Я рекомендую вам заполнить регистрацию. Это галочка, что сделает. Она использует, сгенерирует для вас демонстрационный ключ, который позволит вам даже в демонстрационном режиме получать обновление продукта в течение этой демо-версии, и использовать раздел Marketplace для того, чтобы попробовать какие-то решения бесплатные установить, ну и так далее. В данный момент происходит техническая установка, то есть разархивируются файлы, и, соответственно, копируются в нужной папке, производятся какие-то первичные настройки, которые могут быть сделаны в автоматизированном режиме. Это, опять же, не занимает много времени. Все происходит автоматически и не требует от вас никакого вмешательства. На самом деле платформа довольно объемная, то есть количество файлов довольно большое, серьезная, сложно продуманная база данных, и вся эта настройка сейчас выполняется в таком автоматическом режиме. И, собственно, поэтому занимает мне некоторое время. Так, я хочу вам напомнить, что вы можете задавать мне вопросы, и если вдруг возникают какие-то комментарии, вы смело их можете задавать. Я всегда, у меня перед глазами вот это окошко с вашими вопросами, можете смело их задавать в процессе, я постараюсь на них отвечать. Ну что ж, теперь система нас просит установить пароль администратора. Я не буду долго выдумывать, у меня пароль очень простой из шести знаков. И, собственно говоря, мы переходим к выбору решения, которое можем установить сейчас. Как видите, нам доступны различные варианты. Есть несколько готовых сайтов. Это производственная компания, сайт услуг. Есть демо-сайт для разработчиков, в котором сложены вообще все-все-все компоненты и возможности платформы, но они так навалены большой горой, то есть с ними удобно разбираться или тестировать какой-то функционал разработчикам. Есть, например, сайт сообщества, есть персональный сайт, есть интернет-магазин, к которому мы с вами сейчас перейдем и будем с ним работать. И есть возможность загрузить из Marketplace. На самом деле, этот выбор дает нам возможность установить какое-то решение из каталога Marketplace. Здесь этих решений огромнейшее количество. Здесь куча различных сайтов, готовых сайтов, которые вы можете использовать для старта своего бизнеса. На самом деле, выбирать сайт вот прямо здесь в таком виде может быть немножко сложновато. Их здесь правда очень много. Я сейчас могу быстренько так прокрутить. Их здесь очень много. Более детально с каждым сайтом можно ознакомиться на сайте Marketplace. Это если перейти на наш основной сайт, то здесь есть вот такая ссылочка Marketplace. И здесь, собственно говоря, различные решения. Например, вот готовы интернет-магазины. И здесь по категориям интернет-магазинов можно выбрать соответствие редакции, там различные фишки, которые могут быть использованы в решении и так далее. То есть можно заглянуть в какой-нибудь интернет-магазин, посмотреть детально, как он выглядит, скриншоты, какие возможности, отзывы, описания, техподдержка. Все про каждый интернет-магазин здесь. Вот Bitronic один из самых функциональных магазинов. Здесь очень много всего. Можно посмотреть онлайн-демо этого магазина. То есть просто кликнуть и посмотреть, что вот есть такой интернет-магазин. Вот он будет выглядеть работать вот так. И если вам он понравился, вы его приобретаете и, собственно говоря, разворачиваете на своей установке, так как вы можете это сделать, например, вот сейчас, выбрав какое-то из решений здесь. Если к вашему лицензионному ключу будет привязан соответствующий модуль, то есть вы выбрали магазин, вы выбрали платформу, то при установке это решение установится автоматически. Так, что мне нужно сделать? Мне нужно выбрать не загружать и, собственно говоря, вернуться к выбору стандартных решений. Мне нужен интернет-магазин, и я выбираю интернет-магазин, и дальше запустится мастер настройки интернет-магазина стандартного. Собственно, все, что нам нужно сделать, это пройти несколько шагов. Они, в общем, довольно простые и понятные, но я рекомендую вам с некоторыми важными моментами определиться на этом этапе, на этапе установки. Ну, например, какого цвета будет ваш сайт? У нас есть не очень много, всего 5 цветов, но они могут, в общем, закрывать основные цветовые гаммы, которые можно и хочется использовать. Давайте я буду красным, как логотип 1S PITREX, и перейдем дальше. Следующий экран предлагает нам загрузить логотипы, придумать название для магазина. Я буду называться... Ой-ой-ой. Вот так. Даже вот так. В одно слово хитро. Могу загрузить сюда разные картинки. Как видите, здесь уже предусмотрены рекомендуемые размеры, указаны для логотипа, в том числе для обычных экранов, для устройств с экранами типа Retina, то есть для устройств с высоким разрешением. Ну, Retina – это там iPhone, Android и MacBook. Соответственно, есть и других производителей экраны высочайшего разрешения, и для них, собственно говоря, потребуются логотипы увеличенного размера. То же самое касается логотипы для мобильных устройств. Когда сайт переходит в режим адаптива для мобильного устройства, там меняются плашечки, и, соответственно, нужно загружать инверсные логотипы для нашего шаблона дизайна. Дальше выбираете себе телефоны, время работы магазина, подпись, которая внизу сайта будет идти, и различные методанные – это описание для поисковика и ключевые слова. Мастер также спрашивает нас про установку мобильного приложения, нужно ли оно или нет. Ну, я сейчас эту галочку оставлю. Вы можете снимать, если не собираетесь выпускать мобильное приложение для своего магазина. Мобильное приложение – это тема отдельного вебинара, их несколько уже у нас было, и вы можете посмотреть о том, как выпускаются мобильные приложения на платформе 1SBitrix, и, соответственно, что с этим делать. Следующий шаг – это использование складского учета. В системе есть складской учет, простейший, элементарный. Если вы только начинаете бизнес в интернете, вы можете использовать его внутри платформы. Я пока не буду его использовать, чтобы не делать лишних действий в процессе по демонстрации вам, чтобы время сэкономить. Но при использовании складского учета вы можете выбирать, в какой момент резервировать товар на складе. Дальше информация юридического характера – это локализация магазина, то есть вы можете определить, где он находится в вашем магазине, от этого будут зависеть и платежные системы, и различные другие настройки. Для России, собственно говоря, выбираю Россию. Е-мейл ваш, на который, е-мейл администратора, на который будет отправляться информация о заказах, и другие уведомления с сайта. Это, опять же, название непосредственно компании, местоположение, адреса, банковские реквизиты, и, собственно, определение доступа к… Сюда можно загрузить печать фирмы для того, чтобы система сразу могла сгенерировать счет для безналичной оплаты, например, или там закрывающие документы. Дальше мы выбираем типы платильщиков, с которыми хотим работать. Это могло быть физическое и юридическое лицо, можно выбрать или отменить. Способы оплаты, которые предустановлены у нас по умолчанию, здесь также определяются. Ну, понятно, что мы можем использовать различные варианты и способы доставки, например, использовать доставку Почты России, при этом расчетствуемость доставки будет производиться либо с помощью данных с сервера Почты России, либо с помощью данных табличных, которые наша платформа тоже имеет внутри. Местоположение «Я» – это вопрос загрузки местоположений, то есть когда ваш покупатель будет выбирать, где он находится, вы можете выбрать, какую базу загрузить. Можно загрузить Россию и СНГ, а это будет база по странам и по городам. Есть другие данные для других территорий. Все, сейчас происходит настройка непосредственно самого интернет-магазина, и это тоже занимает совсем немного времени. Как видите, мы с вами со всей моей болтовней про тренды и так далее за 40 минут, в общем-то, по факту запустили интернет-магазин. Так, пока тут происходит установка, я быстренько посмотрю. Пум-пум-пум-пум. Вопросики. Так, звук, да, все окей. Можно ли сделать микс сайта интернет-магазин с элементами статических, или для отдельных акций? Ну, конечно, Наталья, можно. Еще раз говорю, наша платформа очень универсальна, вы можете сделать все, что угодно. Так, какой сайт посоветует ли интернет-магазин по продаже верхней детской одежды? Ой, ну, знаете, с моей точки зрения будет некорректно советовать, потому что я не очень хорошо разбираюсь в этой истории. Ну, то есть, грубо говоря, я никогда не занимался продажей одежды, и мне сложно понять, какие решения будут лучше всего отвечать вашим запросам. Но могу посоветовать, как производить выбор. В каталоге решений вы выбираете готовые интернет-магазины, и здесь, соответственно, выбрать одежду. Ой, промахнулся. Сейчас, секундочку. Так, 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 так. Это стоимость. Сейчас. Готовый интернет-магазин и одежда. Ну, и, собственно говоря, вот все магазины одежды вам здесь представлены. Они разные по стоимости, разные. Вот есть магазины, прям детские одежды. Ну, то есть, смотрите, что вам больше понравится по внешнему виду, по функционалу выбора, да, что очень важно для ваших посетителей, как выбирать товар. Посмотрите, какой из сайтов будет больше всего подходить под ваши ожидания. Ну, то-то выбирайте. Это, в общем, я думаю, не так уж и просто. О, Наталья уточняет или наоборот, корпоративный сайт с страницами интернет-магазина. Да все, что угодно можно сделать. Честное слово, Наталья, просто нужно немножко поработать с разработчиком. Хотя некоторые моменты я вам сейчас покажу. Может, вы сами справитесь со всей историей разработки корпоративного сайта с элементами магазина или наоборот. Так, тут вот вопросы по виртуальной машине. Надежда не смогла установить виртуальная машина, потому что вам для того, чтобы ее установить, нужно скачать сам VirtualBox. VirtualBox – это программа для виртуализации. Но давайте я быстренько покажу, как это делается. Буквально 30 секунд. Вот, я в гугле набираю VirtualBox. Вот у меня открывается сайт VirtualBox.org. Это официальный сайт, собственно говоря, производителя Oracle, который занимается виртуалбокс. Здесь вот кнопка большая «Загрузить виртуалбокс». Вот вы это нажмете, и, собственно говоря, у вас загрузится виртуалбокс. Его надо будет установить, у нее есть свой мастер установки. Ну и, собственно, запустить, и все заработает. После чего импортировать конфигурацию, которую вы скачали с нашего сайта. Так, возвращаясь к виртуальному выбору виртуальной машины. Чем отличается машина с объемом диска для VMware от той, которую скачали вы? Вернемся к виртуальным машинам. Отличия заключаются исключительно в том, для какой программы это виртуальная машина. Я использую программу VirtualBox. Вы можете использовать программу VMware. У нее, кстати, есть бесплатный вариант. Просто он ограничен лицензией и ее коммерческое использование. То есть я в рамках рекламы нашего продукта с точки зрения лицензионного соглашения в компании VMware не могу использовать их продукты. Мне нужно ее приобретать или, соответственно, с ними договариваться. Поэтому я использую открытое бесплатное решение VirtualBox. Ну и, собственно, под Mac оно работает действительно лучше. Или там, соответственно, если используется Microsoft-овский гипервизор, то, соответственно, вам нужна виртуальная машина, предназначенная для системы Hyper-V. То есть это всего лишь определение, для какой программы и виртуальную машину вы скачиваете. Так, когда выпустят шаблон современный магазин 16.0? Хороший вопрос. Давайте я на нее отвечу. Он уже вышел в режиме альфа. Все там всякие штуки уже тестируются активно, в том числе нашими партнерами. И сейчас, если не ошибаюсь, то на следующей неделе у нас будет вебинар, посвященный как раз именно этой версии. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Сейчас где-то я видел... А, стоп, вот сюда. Прокрутить. Странно, сейчас не вижу. 16.0... Ага, секундочку. А, это я семинар рассматривал. Тут я совсем запутался. Так. Вот. Мастер-класс по управлению заказом и в интернет-магазине. Новинки 1SBitrix. 21 января будет вебинар, посвященный, собственно говоря, новинкам 1SBitrix. Здесь будет Юра Волошин и Алексей Кирсанов, это наши продукт-менеджеры, которые занимаются разработкой. И, собственно говоря, Алексей Кирсанов, который непосредственно разработывает этот интернет-магазин, будут демонстрировать все новинки новых шаблонов и, видимо, сориентируют, когда будет выход уже в стабильные обновления. Так, можно ли скорректировать данные с сайта, изменяя данные, загруженные в 1S? Да, конечно, можно, это все настраивается. Ну, давайте так, вот про интеграцию с 1S. Я вижу, что тут есть вопросы, связанные с этим, и просят рассказать подробнее. Вы знаете, к сожалению, я не смогу вам рассказать подробнее, потому что это не тема моего вебинара, да и мои компетенции здесь немножко хромают в отношении интеграции с 1S. Давайте я вас немножко сориентирую, что с этим делать и где найти ответ на ваши вопросы. Вот вы зайдете, если у бесплатные вебинары, то вот здесь при поиске «Найти вебинар» можно найти тематика интернет-магазины и управления сайтом, ведущий, например... Сейчас, 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 тут должен быть Юрий Волошин. Нет, тогда без ведущего. Здесь нужно полистать. Итак, у нас есть вебинары, посвященные именно интеграции с 1S. Вот, например, живой мастер-класс по интеграции, управлению заказами и 1S. 10 декабря этот вебинар проходил, у него есть видеозапись, вы можете ее скачать или посмотреть на YouTube. И там мои коллеги, которые занимаются непосредственно разработкой, настройкой и производством этого модуля, интеграции, очень детально все рассказывают. Такой вебинар обязательно будет и после вебинаров по новой версии 16-й, мы обязательно запланируем, может быть, на феврале или на март, будет отдельный вебинар прям новый со всех, с какими-то новинками. Но уверяю вас, что, например, вот этот мастер-класс или какой-то из предыдущих ответит вам на большинство вопросов, связанных с интеграцией с 1S. Гораздо лучше, чем сейчас это сделаю я. Так, разница между резиновым и адаптивным сайтом. О, это я вам сейчас покажу на примере. Так, давайте, у нас с вами сайт установлен. Мы переходим, наконец, на него. Так, времени у нас прошло 50 минут, мне нужно потихоньку завершаться. В смысле, немножко ускоряться уже больше по тематике управления и настройки интернет-магазина. Ни в коем случае не завершаться. Итак, вот наш интернет-магазин, как и обещал, он красненький. Что он из себя представляет, вы, наверное, неоднократно видели на наших презентациях или на наших сайтах. Вот всякие, видите, параллакс-эффекты так называемые. Сайт действительно выглядит очень здорово, сверстан по последним всяким технологиям. Видите, в баннер можно вставлять ролики или просто картинки, или видео и так далее. Такой слайдер, который вы можете использовать. И все различные там фишки, связанные с управлением меню, с переходами, с картинками на заднем фоне, с фильтром, который помогает вам определиться с выбором вашего товара. Вернее, вашему клиенту помогает с выбором товара. В общем, все необходимые технологии по факту здесь уже реализованы. Можно что-то искать, и система поиска будет сразу же подсказывать, какие товары находятся в вашем магазине по тому или иному буквосочетанию. Да, и, соответственно, производить там какие-то выборы и настройки. Более того, система уже предлагает дополнительные блоки, в том числе персональные рекомендации. Ну, вот, как видите, я не очень популярный посетитель моего магазина и нашего сервиса Big Data, но он мне почему-то предложил целый набор платин. Ну, сейчас на моей демо-версии это, конечно, нерелевантные показатели. Что у нас может быть интересно с точки зрения вообще работы с интернет-магазином? Ну, конечно же, собственно говоря, покупка. Давайте посмотрим, как будет происходить это в интернет-магазине. Мы можем посмотреть карточку товара и всячески наполненную различными нюансами под добавлением комментариев или подключением странички Фейсбука для того, чтобы пообсуждать комментарии. Куча всяких картинок, различные варианты размеров, цветов. И при этом для каждого из размеров и цветов может быть своя галерея картинок, для того чтобы можно было со всех сторон, так сказать, представить товар и показать его. Полезная информация, полное и краткое описание, артикулы, ну, все возможные оценки, расшаривание по соцсетям, дурацкое импортное слово, но почему-то оно очень прижилось. Ну и, конечно же, возможность оформить заказ, приобрести, купить. Блин, моего размера, к сожалению, нет. Ну, наверное, не рассчитывают они, что мужчины будут покупать розовые тапочки. Количество, отложить товар, например, чтобы вернуться к нему позже или применить какой-то купон для скидки, который вы предварительно сможете прорекламировать своим клиентам и как-то до них донести и так далее. Давайте попробуем оформить заказ. Посмотреть заодно, как это происходит. Выбор типа платильщика. Информация для оплаты и доставки, собственно говоря, ну, поскольку я авторизован как администратор, мои поля, которые я указывал при регистрации, уже заполнены. Мой номер телефона, адрес доставки, пожалуй, не буду здесь долго писать. Выбор службы платежной системы. При этом мы сами внутри можем устанавливать, какая будет зависимость, какие платежные системы доступны в зависимости от какого-то службы доставки и наоборот, комментарии к заказу и так далее. Так, что я тут выбрал? Яндекс.Деньги. Это, собственно, оплата, в том числе, карты через Яндекс.Кассу. Да, и заказ оформлен, заказ номер 6. У нас там есть 5 тестовых заказов, которые по умолчанию устанавливаются. И, собственно, кнопка «Оплатить», которая перекинет меня на Яндекс. Понятно, что у меня там нет подключения к магазину, поэтому там ничего не произойдет. Собственно, заказ у нас оформлен, мы сможем с ним поработать. У клиента появился личный кабинет, где есть его регистрационные данные, где будут его заказы все перечислены со статусами и с возможностью посмотреть подробнее, отменить или повторить заказы в зависимости от тех или иных настроек. Ну, вот, собственно говоря, заказ, который только что был сделан, возможности его повторно и оплатить или доплатить, в зависимости от оплат. Тысяча рублей доставка – кошмар какой. Ну, ладно. Итак, это внешний, так сказать, обзор интернет-магазина. Уверен, что вы сами еще 10 раз его все изучите, полазите и посмотрите на все его внешние детали, поэтому я здесь особо останавливаться не буду. Сейчас вернусь к вопросикам. Так, по интеграции на себя я уже ответил. Так, 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 так. Есть ли у вас бесплатный шаблон для медицинского центра? Вы знаете, маркетплейс такой большой, так быстро развивается, что я боюсь, что я не знаю, есть ли. Я знаю, что для медицинского центра у нас есть отличнейшее решение. Оно не бесплатное, к счастью или к сожалению, не знаю, но оно очень функциональное, то есть у нас есть сайт медицинской организации, вы можете найти в разделе решения, решения для здравоохранения. Да, оно здесь есть, и здесь есть сайты медицинских организаций, они действительно очень круто сделаны, этим занимается наша компания, производством этих решений. Ну, или в маркетплейсе, возможно, найдете какое-то дополнительное решение. Так, а мобильное приложение встроено или дополнительно? Мобильное приложение, ну, вот я сейчас галочку оставил, значит, оно установилось, оно встроено, но для того, чтобы его выпустить, ну, как бы его доработать под ваши нужды и выпустить в магазины приложений для платформы iOS и Android, нужна дополнительная лицензия на выпуск, и, соответственно, там есть определенные нюансы, эти настройки, доработки. Еще раз, детали про мобильное приложение. Я подробно очень рассказываю в своих вебинарах про мобильное приложение, с помощью поиска по вебинару вы можете это легко найти. Так, как перекрутить выгруженный товар, чтобы отображался меню и на странице? Это сейчас мы посмотрим. Сделать номера заказов случайными? Нет, нельзя этого сделать, там можно какие-то префиксы добавлять и другие истории, но нет, случайными нет. Как привязать сайт к платежной системе? Например, банк с карты. Ну, как вы видите, он по умолчанию уже привязан, Яндекс.Касса, которая по умолчанию сейчас была включена, и мы с вами заказ вот этот проходили, она уже может запустить, принять у вас оплату. Вам нужно только запустить договор с Яндекс.Кассой и получить все авторизационные данные, ну и, собственно, сейчас мы посмотрим, как их настроить. Происходит подключение к соцсетям. Ну, на самом деле, подключения как такового никого не происходит. Каждый вот этот вот модуль, который показывает те или иные... Ой, на что-то я нажал. Сейчас, секундочку. Модуль, который показывает, например, последние твиты или кнопочки соцсетей, на самом деле там просто прописаны ссылки на ваши странички. А с твиттером, соответственно, указана настройка самого компонента. Ну, вот, давайте сейчас я включу режим правки. И мы с вами посмотрим, как это настраивается. Ну, вот, например, мы в соцсетях, да, это настройка компонента. Здесь вот указанный адрес, ну, в данном случае наших страничек, вы просто прописываете ваши странички в соцсетях. Они могут быть там не такими красивыми или любыми другими. Ну, и, соответственно, если вы не пропишете какую-то страничку, кнопочка эта исчезнет и не будет использоваться. Например, Google+, если вы не хотите использовать. Можно удалить. Ну, и, соответственно, данная кнопочка пропадет из этого блока. То же самое касается вот этих твитов. То есть, грубо говоря, это некая встраиваемая область, в которой, сейчас вот мы посмотрим на, изменить эту область. Здесь некий код, который сгенерирован самим твитером, да, то есть вы на сайте твитера у своего аккаунта в разделе разработчиков заходите, получаете вот такой код, который подключает последние твиты по какому-то хэштегу или по каналу, соответственно, просто его сюда скопировали и вставили, и у вас будут загружаться там уже ваши твиты там, ну и так далее. То есть никакого там по факту, ну, какого-то подключения нет, это все довольно простыми методами делается. Так, 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 ох, вопросов у вас много, что меня очень радует. Интеграция с CRM-системой работает, такую систему управления сайтом. Ну, от малого бизнеса, то есть по заказам и по контрагентам это будет работать с малого бизнеса и выше, потому что интернет-магазин есть только в этих редакциях. Ну, а для веб-форм различных, то есть вы что можете сделать? Вы можете делать форму обратной связи, форму заказов, там, каких-то каталогов, скачиваний и так далее, регистрации пользователей. Все это можно подключать к CRM-ке и на всех там предыдущих редакциях, кроме первого сайта. Как удалить демо-данные? Или если делать магазин с нуля, то какой выбрать демо или пустой для разработчиков? Что проще с точки зрения пользователя? Вы знаете, проще удалить демо-данные, и у нас для этого есть специальный мастер настройки. Ой, а где же он? Неужели у нас его отключили? На самом деле демо-данные удаляются очень быстро, даже просто руками без мастера. Так, я боюсь, что я сейчас начинаю скакать по истории. Да, у нас сейчас уже нету, к сожалению, мастера удаления демо-данных. Ай-яй-яй, видимо, его по каким-то причинам убрали. Раньше было удобно. Ну, сейчас про удаление демо-данных мы с вами тоже попробуем поговорить. Так, 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 так. Сейчас посмотрю. Так, хорошо. Пойдем тогда потихоньку дальше. Некоторые детали и вопросы я вижу тут про YouTube, но по умолчанию мы YouTube не добавляем, и, соответственно, там небольшая доработка, не знаю, обратиться к вашему партнеру, который вставит кнопочку YouTube в шаблоне компонента, это, в общем, недорого стоит. У нас почему-то по умолчанию YouTube не используется. Можно через Google Plus использовать YouTube, в общем, то же самое, например. Где хелп по настройке? Битрикс такой огромный, я испугался. Не бойтесь, хелп по настройке сейчас покажу. Итак, основные моменты мы с вами прошли, посмотрели на то, как выглядит интернет-магазин, и как с ним работать. Сейчас еще один момент, который я хотел показать с точки зрения работы, это управление товарами прямо на лету. Если мы включим режим правки и будем, например, в каком-нибудь... Ой-ой, я что-то не то открыл. В каком-нибудь товаре смотреть на... То мы сможем непосредственно изменить конкретный товар, открыть форму редактирования товара прямо поверх сайта. То есть, если в товаре нужно что-то поменять, можем открыть форму редактирования, ну, и, собственно, здесь ввести разные картинки, загрузить, цены поменять. Например, в разделе торговые предложения он будет сразу с ценами, можно поменять цены или сделать доступным или недоступным тот или иной размер, потому что он кончился, а интеграции с 1D, например, нет, автоматически это не происходит. Вот, исправить описание для товара или включить какие-то другие функции, которые вам нужны для текущего конкретного товара. Производить другие настройки, добавлять товары, удалять товары, скрывать их от видимости и так далее, можно просто вот так вот гуляя по сайту, наводя на какие-то конкретные товары и выбирая для них какое-то меню, какие-то функции из вот этого всплывающего меню. Ой-ой-ой. В административной части нашего сайта будет и более-более расширенная работа, и мы сейчас с вами попробуем произвести первичные настройки и немножко поработать с каталогом, совсем чуть-чуть. Так. Сейчас быстренько по вопросам касательно этого, перед тем, как перейти настройкам. Есть ли возможность убирать город и установить различные цены? Да, но для этого нужна редакция бизнес, потому что различные цены, они там только там доступны, и небольшая донастройка. В Marketplace, по-моему, есть соответствующий модуль, который делает выбор города. По умолчанию в нашем простеньком интернет-магазине такой функции нету. Есть готовые решения в Marketplace уже с этими функциями. Есть различные дополнения, которые позволяют это быстро реализовать. Так, вопрос по валютам. Если поменять валюты на другую, вы знаете, наш стандартный магазин запросто может не поддерживать просто другие валюты, потому что он рассчитан прежде всего на наш рынок, и ребята, наверное, просто не делали поддержку валюты. То есть это нужно либо какое-то другое решение выбрать, ну, либо, собственно, заказать у партнеров доработку, чтобы валюты поддерживались корректно. Хотя не исключаю, что это может быть какая-то с нашей стороны недоработка. Можете их поддержку поспрашивать. Что с ним? Я вот, честно сказать, не пробовал ни разу валюты переключать и что-то с ними делать. Так, будет ли доступен в записи? Да, конечно, запись ведется и будет доступен. Ссылки на сайты партнеров, конечно, все есть. Баннер с девочкой очень отвлекает. Извините, пожалуйста, не хотел. Стараюсь не показывать вам. Так, так, так. Проказинная одежда была изначально или что-то доустанавливали? А если продается не одежда? Жалко, что пропустили. На самом деле при установке можно выбрать, либо устанавливать. Ну, а стандартный магазин одежды, хотя можно удалить все товары, загрузить туда не одежду, не знаю, инструмент или еще что-то. Во-вторых, в Marketplace есть большое количество вариантов решений. Вот, например, одно из них, вот Bitronic. Можете его выбрать, установить, и здесь будут, не знаю, товары другие. То есть есть куча различных решений. Пробовная версия на 30 дней. Это совсем мало для изучения большинства возможностей сайта. Нет, вы ошибаетесь, если плотно работать и заниматься 30 дней, это очень много. Потому что за 30 дней уже надо запуститься и начать работать и продавать, а уж не то, что изучать возможности. Так, можно ли получить презентацию? Да, на сайте будет выложено вместе с видеозаписью, конечно, после вебинара. Можно ли настраивать наценки? Конечно, можно и наценки, и скидки, все это можно сделать. Так, ладно, поехали дальше. Дальше мы перейдем с вами в администрируем, в панели администрирования. Сейчас я вернусь на рабочий стол, на самый основной. Небольшой экскурс в панель управления. Она довольно-таки функциональна. Здесь очень много всего. Кажется, что можно потеряться. На самом деле мы постарались все структурировать как можно более понятно. Что нас встречает в админке? Это рабочий стол, на который вы можете вводить различные нужные вам гаджеты. Нет, не гаджеты, а виджеты. Хотя у нас называются гаджеты. Ну, не ладно, неважно. Видите, тут могут быть графики по продажам, статистика по заказам, статистика по посещаемости, например, по товарам конкретным. Монитор производительности показывает скорость вашего сайта. Данные по сканерной безопасности, какие-то дополнительные информации. Вы можете создавать такие рабочие столы, например, добавить еще один рабочий стол, определить, как у него будут расположены колонки, столбцы и добавлять сюда свои гаджеты. Ну, например, из контента нам может понадобиться вывести элементы инфоблока на какого-либо. Да, и это может быть, например, новости. Есть у нас такой по умолчанию инфоблок с новостями. Да, новости, новости. И, соответственно, этот гаджет будет выдавать там последние новости, опубликованные на сайте. Ну, или как-то по-другому собрать для себя этот рабочий стол для того, чтобы получать быстрый доступ к какой-то информации на вашем сайте. Также есть панель «Избранная». Вот она здесь. Она сейчас пустая, но на самом деле для того, чтобы сюда что-то добавить, не нужно делать ничего сложного. Здесь написано, чтобы добавить «Избранное», нажмите звездочку рядом с заголовком страницы. То есть, грубо говоря, мы можем перейти в какую-то страницу, и у нас здесь появится звездочка, которую мы можем нажать, и эта страничка в админке добавится в вот этот блок «Избранное». Есть и другой хитрый способ. Можно взять, например, какой-нибудь пункт и потащить его. Когда мы начнем точить, появится вот такое поле, куда добавить «Избранное». И, соответственно, произойдет добавление в «Избранное», и у меня в «Избранном» появится раздел «Одежда» с каталогом товаров, который я хотел туда добавить. Также основные все разделы системы, в общем-то, распределены всего лишь на несколько пунктов. У меня максимальная редакция «Бизнес» сейчас стоит, поэтому здесь много всего. А в «Малом бизнесе» тут на несколько пунктов меньше. Ну, в частности, все, что касается интернет-магазина, сложено в интернет-магазине. Все, что касается маркетинга и продвижения, сложено в пункт «Меню маркетинга». Управление контентом, соответственно, в контенте. Различные сервисы, такие как опросы, веб-формы, рассылки и так далее, а здесь. Ну, это, кстати, старые модули рассылки, новые модули рассылки, все в маркетинге уже сложены. Веб-аналитика встроенная. Маркетплейс – это все, что связано с каталогом различных решений. То есть вы можете выбрать, например, новый интернет-магазин, какой себе сделать, да, уже установив битрикс и перейдя вот в готовый интернет-магазин и здесь выбрать себе магазин и установить его и купить прямо отсюда и развернуть прямо из административной части. Обновлять платформу тоже очень важно. Она показывает здесь, какие обновления доступны. Ну, вот сейчас мне в данный момент обновления доступны. Вот видите, несколько обновлений. Несмотря на то, что я только что установил, с момента генерации дистрибутива, который я скачал, уже вышло несколько обновлений. Их можно установить, это происходит автоматически. Можно посмотреть, какие именно обновления вышли, какие их версии, посмотреть, соответственно, какие-то подробности, что за обновления, какие были исправления в том или ином модуле. Ну и, соответственно, установить. Здесь у меня есть регистрационная информация, мой ключ, это демоключ, срок его действия, сколько он будет действовать и какие ограничения у меня есть, например, количество сайтов, какая редакция и так далее. Все эти данные могут вам пригодиться в процессе обращения в нашу техподдержку или выяснению тех или иных обстоятельств, какую лицензию продлевать, как ее расширить, например, добавив еще один сайт. На одной лицензии можно делать несколько сайтов, но два по умолчанию, если нужно три, например, то надо будет расширение приобрести лицензии вот этого параметра. Ну и так далее. Это все, что касается обновления платформы. Но мы с вами про магазин. Да, кстати, здесь еще есть раздел настройки, в котором сложены все-все-все настройки, очень глубокие настройки, инструменты проверки сайта и проверки системы. Что я очень рекомендую делать, это проверять систему на работоспособность, то есть правильно ли все установилось и заработало с точки зрения техники. Ну, в частности, с запуска такого мастера он проверяет первичные настройки, правильные ли модули PHP установлены, ну и прочую ерунду. Если все зеленое, хорошо. Ну вот, например, у меня не работает отправка почты. Ну, в общем, это логично, потому что у меня не интернет-сервер настоящий с почтовыми серверами и так далее, а локальный компьютер, который без дополнительных настройок не сможет отправлять почту. Вот, это я рекомендую прогонять после установки, чтобы убедиться, что все функции Bittrex будут работать правильно. Ну, что же, давайте посмотрим на, собственно говоря, настройку интернет-магазина. Я зашел в магазин, настройки, и вот мастер магазина, про который мы уже неоднократно говорили. Это, собственно говоря, то, с чего нужно начинать настройку своего интернет-магазина. Как это выглядит? Это выглядит следующим образом. У нас есть настройки магазина, без которых он не сможет работать. Это первичные настройки, их нужно выполнить все обязательно. Или, по крайней мере, убедиться, что их не нужно вам настраивать. Что для этого нужно? Ну, например, мы идем прям по пунктам, переходим в используемую валюту, проверяем, что, например, по валютам у нас там все в порядке. Или, например, ну, в частности, базовая валюта у нас будет рубль, и, соответственно, все окей. После этого мы можем отметить, что задание выполнено, или если вдруг получилось так, что что-то не получается, можно перейти к документации и почитать помощь по этому решению. Так, секундочку, я не отметил, что задание выполнено, а это важно. Вернемся в мастер, и оно отмечается здесь как выполненное. Дальше я проверяю единицы измерений, что действительно там по умолчанию у меня там, допустим, штука, или, да, по умолчанию выбрана штука. Если вы как-то по-другому торгуете в литрах, там, килограммах, или вам нужна какая-то еще одна единица измерения, вы можете ее добавить. Причем выбрать ее из классификаторов. У нас тут все классификаторы есть, и международные, и по всем единицам и так далее. Добавить нужную, сделать ее по умолчанию и, соответственно, подтвердить, что да, единицы измерения настроены, они соответствуют моей идеологии магазина. Дальше мы проверяем типы платильщиков. Ну, здесь я ничего не меняю. У меня здесь физлицо и юрлицо. С этим все окей. Возвращаюсь в мастер, ну, и так далее. Этот мастер прогоняет нас по всем настройкам. В частности, статусы заказов. Здесь есть целый ряд статусов заказов, которые для процесса доставки или для процесса заказа здесь представлены. Вы можете сюда добавлять свои статусы, изменять. Как это делается? Опять же, открываем документацию, и здесь написано обучающий урок, статусы заказов. Открываем, и, собственно говоря, здесь целый урок, который показывает, где они отображаются, эти статусы, на что влияют, какие статусы системные, которые нельзя поменять, можно переименовать, но не поменять, и желательно, чтобы смысл не менялся, потому что это влияет на систему. Ну и так далее. Как они устанавливаются и так далее. Все это есть вот в таких учебных курсах. После того, как соответствующая настройка завершена, мы, опять же, отмечаем, что задание выполнено и так далее. Возвращаясь в мастер, каждый раз мы получаем движение вот этой шкалы 14% и на 7% общая настройка. Ну и так далее. То есть, грубо говоря, мы сейчас прямо все настройки прогонять не будем, потому что, я надеюсь, они все довольно-таки понятны. Остановимся лишь на нескольких из них. Ну, например, есть замена телефона в социальных сетях. О чем это говорит? О том, что шаблон интернет-магазина позволяет начать работу сразу. Нужно лишь заменить некоторые вещи. И здесь есть, соответственно, ссылка на документацию, которая показывает, как конкретно здесь и конкретно поменять непосредственно телефон. Включаем режим правки, наводим на телефон, появляется изменить область, мы нажимаем и изменяем. И здесь есть ссылка на обучающий урок «Работа с включаемыми областями», которые рассказывают, собственно говоря, что такое включаемая область, как с ней работать, какие параметры и так далее. Все это сопровождается всеми возможными подсказками. Эти курсы можно, на самом деле, проходить отдельно. Так, что еще интересного? Ну, например, когда мы выполним все основные настройки, можно перейти к наполнению товарами. И здесь тоже важный момент. Например, если мы вводим товары вручную, нас система перекинет в каталог товаров, где мы увидим там текущую структуру. И, например, если нас текущая структура не устраивает или там не нравятся пункты меню, которые выводятся, не нравятся... Я вообще торгую не одеждой, не туфлями или туфлями, как правильно говорить, а чем-то другим. Соответственно, я могу просто взять и все эти товары просто удалить. Есть галочка вот такая «Раз» или галочка вот здесь вот «Для всех». Нажать кнопочку «Удалить» и все товары будут удалены. И означает, что у меня полностью освободится весь сайт, останутся только там элементарные настройки самого, то есть все, что не касается товаров. Ну, сейчас я этого делать не буду, иначе нам на сайте будет трудно ориентироваться. Но я могу, например, начать работать с товарами, переходить в непосредственно сами товары, настраивать какие-то штуки для продвижения, в частности, например, для SEO, да, шаблончики поменять, как будут выглядеть там заголовки, страницы и так далее. Поменять или составить описание, загрузить сюда какие-то картинки в галерею, или перейти к управлению торговыми предложениями. То есть в данном случае у меня штаны, вот эти полосатые есть, это торговое предложение, то есть товар состоит из многих товаров. Вот, кстати, здесь сейчас непонятно, чем отличаются все эти предложения между собой. Для того, чтобы с этим разобраться, нужно просто вывести дополнительные колонки сюда. Это, кстати, штука доступна для всех табличных форм внутри платформы, и, видимо, здесь они отличаются размером. Это у нас штаны, значит, скорее всего, размером одежды. Ну, вот, я не знаю, сортировка мне точно не нужна. Тип товара, ну, ладно, пускай останется. Сейчас я могу пересформатировать для себя размер. Ну, вот, размеры тоже дублируются, значит, еще и цвет изменяется. Да, сейчас мы выберем здесь цвет и посмотрим. Да, вот видите, фиолетовый, зеленый, коричневый и всех размеров. И мы видим для каждого типа товара свое конкретное предложение. Можем зайти в это предложение и посмотреть, как оно выглядит. Видите, для каждого, для фиолетового, например, размера L загружены свои картинки, написан свой анонс, написано описание, если оно необходимо, ну и так далее. Дальнейшее подключение, цены для каждого конкретного такого товарщика. Это можно все вручную изменять. Ну, или, соответственно, подключить учетную систему, например, 1С, и получать все эти данные оттуда в автоматическом режиме, если там это все заведено. Если там у вас не заведено, и вы вообще с нуля начинаете, и 1С у вас голая, то, в принципе, наверное, удобнее создавать все здесь на сайте. Например, для генерации большого количества торговых предложений есть такой специальный генератор, где вы там выберете, например, какое-то название и сможете понять, определить, что у вас там есть, не знаю, 6 размеров. Нет, размеры обуви нам не нужны, 6 размеров или там 10 размеров штанов, и разные цвета, и система сама автоматически сгенерирует вот этот весь набор товаров. Вы только прикрепите разные изображения, опять же, вот в таком формате, например, для фиолетового цвета, для всех размеров, вот такую-то картинку надо загрузить. И система автоматически создаст все эти сотни товаров, которые вам нужны для вот этого конкретного предложения, конкретного товара. А в дальнейшем вы сможете все, что создадите на сайте, красиво, с описаниями, с размерами, с картинками, загрузить его в 1С и уже ввести каталог дальше там, постоянно выгружая изменения по цене, по наличию, по заказам уже из платформы 1С. Такие варианты тоже возможны. Так, сейчас к вопросикам вернусь. Есть ли возможность управления количеством ассортимента, то есть определенное количество товара выбрано посетителями в остатке? Да, конечно, для этого используется складской отчет. Я его сейчас по умолчанию отключил, но система существует, и вы можете видеть по каждому товару формировать отчеты. Вот есть такая штука – отчеты. И здесь вы можете формировать отчеты по остаткам, сейчас я типовые отчетики создам, по запасам товаров, по тому, сколько что зарезервировано и так далее. В зависимости от того, сколько у вас складов, ну и так далее. То есть разные отчеты. При этом это типовые отчеты, но вы можете создать свой отчет, который будет формировать вам именно в том разрезе, в котором вам это необходимо. Так. Ну, естественно, в каждом товаре будет показано, сколько этого товара еще на складе есть, сколько зарезервировано и так далее. Можно ли изменить размеры фото, или они фиксированы и не редактируются? Ну, на самом деле, если речь идет о том, как представлена фотография, уберу отвлекающий баннер, вот здесь, то здесь эти размеры, конечно, фиксированы. Ну, то есть разработчики, да, те, кто профессионально занимаются разработкой сайтов, они, конечно, могут подкорректировать наш шаблончик, чтобы изменить размеры фотографий. Добавить какие-нибудь фишечки, там, лупа при наведении, там, увеличение картинки до невероятных размеров, ну и так далее. Вот эти все фишки, они, конечно, доделываются, настраиваются, либо с помощью модулей из маркетплейса каких-то особенных, либо с помощью хороших рук производителя. Так, Егор про мастер настройки. Да, уже рассказал, наверное, не буду к нему возвращаться, чтобы не повторяться. В записи посмотрите, перемотайте, там, на 15 минут назад, да, посмотрите. Будут ли доступны обновления через год, если не продлевать лицензию? Нет, не будут. В этом, собственно говоря, и суть продления лицензии. Она нужна для того, продление нужно для того, чтобы получать обновления, в первую очередь. Второе, иметь доступ ко всем нашим облачным сервисам, к инспектору мониторинга сайта, который проверяет, работает ли ваш сайт или нет, и, соответственно, там, уведомляет ли вас, если сайт-трук перестал работать, к маркетплейсу доступа. Это все нужно. Для всего этого нужна продленная лицензия, поэтому, конечно, продлевать мы крайне рекомендуем. При обновлении что-нибудь забивается, если шаблон дописан или это никак не связано. Но, вы знаете, дописки допискам рознь за такую-то автологию, прошу прощения. Дело в том, что если вы шаблон правильно в соответствии с нашими рекомендациями изменили, то, конечно, при загрузке обновлений ничего не произойдет. Единственное, что вы не увидите новых возможностей, которые мы добавили в шаблон по умолчанию, а ваш шаблон останется без изменений. То есть вы сможете либо вернуться к новому шаблону, который мы сделаем, либо перенести эти изменения на свой старый. Ну, тут есть несколько разных вариантов, как с этим быть. Так, стоимость оплаты за месяц или за скачивание. Стоимость лицензии – это за год ее использования. Ну, на самом деле, вы получаете продукт на всю жизнь, насколько вам нужно. В течение года плюс включены еще обновления. В дальнейшем, может, не нужно продлевать за небольшую оплату. Можно сделать два сайта на двух движках, по одному на движок. Или два сайта в рамках одного движка, можно только. Ну, если вы готовы два раза купить движок, можете сделать два сайта на двух движках. Если лицензия у вас одна, то и движок будет один, и, соответственно, в рамках одного движка будут несколько сайтов. Как установить сайт на хостинг? Вот это непростой вопрос, Дмитрий. Дело в том, что, ну, если в двух словах, то делается это следующим образом. Вы регистрируете хостинг, можно взять хостинг, где уже есть предустановленный битрикс, можно взять хостинг, где предустановленного битрикса нет, но там есть, по крайней мере, поддержка битрикса. То есть там хостер гарантирует, что система битрикс будет работать нормально. И в дальнейшем перейти на наш сайт, в раздел, например, скачать. Вот система управления сайтом. Здесь в самом низу странички есть такая волшебная штука, называется битрикс-сетап. Вот этот вот файлик, он очень простой, весит 46 килобайт. Вам его нужно закачать в корневой каталог хостинга и открыть его в браузере. Скорее всего, это будет выглядеть как в www.vashdomin.ru, касая черта, битрикс-сетап.php. И запустится мастер установки. А дальше вы уже выберете, устанавливать сайт с нуля или делать это через резервную копию. То есть вы можете сделать резервную копию того, что сделали вот сейчас, как мы, на виртуальной машине, и развернуть на хостинге без потери всех данных. Обновлять смело до последней версии. Ну, еще раз, Иван, повторюсь, и для всех тоже, это, пожалуй, важный момент. Нашей задачей, конечно, всегда является сделать все обновления обратно совместимыми. То есть либо будут у нас какие-то мастера перехода на новые версии, либо еще что-то, конвертации и так далее. Наша задача сделать так, чтобы вам всегда были доступны новые возможности. Но, опять же, доработка, доработки и рознь, и в некоторых случаях можно действительно смело обновляться до последней версии, и ничего не сломается. В некоторых случаях могут произойти какие-то нюансы. То есть что-то может действительно перестать работать или перестать работать так, как это ожидается. Поэтому, как и в любой другой сложной системе, есть стандартная рекомендация по работе с обновлениями. Да, Иван, я понял, что вы поняли. Я просто для всех хочу этот очень важный момент прояснить. Как и в любой другой сложной системе, важно перед установкой обновлений делать резервную копию. И в случае, если что-то произойдет не так, чтобы вы всегда могли откатиться на резервную копию и, соответственно, либо обратиться к специалистам для того, чтобы эти обновления были произведены под правильным присмотром, либо обратиться в нашу техподдержку, чтобы убедиться, что это какая-то ошибка в обновлениях или действительно нужно что-то дорабатывать на вашем сайте. Система действительно сложная, очень функциональная, поэтому возможны различные нюансы. Всегда нужно к обновлениям и к работе с сайтом относиться очень ответственно. Так, а где скачать тестовую версию на 30 дней под систему Linux? Ну вот, на сайте 1SBitrix в разделе «Скачать». Там все есть, в том числе и под систему Linux. Так, у меня Bitrix 14 версии нет, мастер-магазин или я его не вижу? У вас, скорее всего, его нет, вам нужно обновиться, чтобы этот мастер-магазин у вас получился. Опять же, про обновление я только что сказал. Можно ли с вами связаться для уточняющих вопросов? Ну, на самом деле, можно связаться, контакты в конце, сейчас я своего доклада покажу, но, мне кажется, не со мной надо связываться, а с техподдержкой, потому что я все-таки, скорее, с точки зрения маркетинга вам продукт показываю, а с точки зрения различных уточняющих вопросов лучше подможет наша поддержка, она более компетентна в области решения каких-то конкретных вопросов. Так, управление сайтом может быть установлено на разных компьютерах и предстоит для двух лиц одновременно с разных компьютеров. Смотрите, управление сайтом должно быть установлено на одном компьютере, и чаще всего это компьютер, который расположен в дата-центре вашего хостера. А, соответственно, доступ к управлению может быть откуда угодно, где есть интернет, в том числе с мобильного устройства, мобильного приложения. Можно ли после запуска изменить название группы товаров? Конечно, можно. С этим нет никаких проблем. Так, есть ли возможность сказать производителя для группы товаров? Да, массовые изменения. Ну, там при загрузке, то есть, грубо говоря, производитель указывается для конкретного товара, и там вся группа под товаров может носить этого производителя. Либо это может быть сделано следующим образом, сейчас давайте пойдем в список товаров. То есть, вы можете, например, для группы товаров, там, обувь или там обувь такая-то, ввести свойства, в которых будут указаны производители. Например, вот есть доп.поля, и сюда можно добавить пользовательское свойство, которое называется производитель, и для всей группы этой будет применяться это свойство производителя. Ну, то есть, грубо говоря, с технической точки зрения такой вот проблемы нет. Чтобы делать для группы товаров. Либо можно еще делать следующим образом. Можно выделять несколько... Сейчас, как это делается. Вы можете выбрать вот этот вот, производитель, чтобы отображалось поле в табличной строке, в табличной форме. Выбрать несколько товаров, нажать «Редактировать». Ну, и, собственно говоря, поменять производителя вот таким образом. Вот я буду производителем. Ой, господи. Что-то у меня... По кнопкам не попадаю. Ну, соответственно, довольно быстро для трех товаров, ну и так далее, поменять это свойство. Так. Еще момент по поводу перегруппировки. Перегруппировки. Вот смотрите, у меня сейчас плоским списком выведены туфли, туфли женские, туфли мужские. На самом деле туфли и туфли мужские лежат в туфлях. То есть, грубо говоря, если я открою раздел туфли, я здесь увижу. И я могу для каждого раздела, например, взять вот туфли мужские, открыть на изменения, и определить, что он на самом деле лежит не в туфле, а в плоте. Раз. И, собственно, переложили. Так что всегда можно поменять эту структуру довольно быстро и просто. Так. Выгрузка из 1С идет автоматически или вручную? И так, и так. В зависимости от того, как вы настроите, может делаться автоматически с определенной периодичностью по расписанию, которое вам нужно, или вручную, когда вы захотели, нажали кнопку, она уже заработала. Когда нужно добавить картинку в торговое предложение, чтобы она отображалась в корзине. А в само торговое предложение, то он, вот, собственно, там, где я показывал, вот, сейчас, секундочку, список товаров. Торговое предложение, собственно говоря, здесь картинки-то одни, вот они, вот сюда должны быть и загружены. Так. Будет ли работать сайт, если все модули после окончания сроков лицензии? Да, работать сайт будет, ничего с ним не случится, он перестанет получать обновления и перестанут работать всякие, там, облачные и внешние сервисы. Так. Вы не сказали, как прикрутить выгруженный товар, чтобы отображался на меню и странице. Ну, смотрите, каждый выгруженный товар или созданный товар по умолчанию принадлежит какой-то категории товара. То есть, грубо говоря, если я создам какой-нибудь товарчик или, там, сымитируем его выгрузку, даже не так сделаем, а чтобы сейчас не тратить время на создание, я скопирую товар. Вот у меня штаны полосатый рейс, я его скопировал, то есть создал у меня штаны полосатый рейс. Штаны номер два. У меня тут все данные уже есть, я сейчас перезаполнять не буду, но, грубо говоря, эти штаны уже относятся к разделу штаны. У него там, сейчас у меня нет торговых предложений, сейчас я сохраню. У меня появился этот товар, все у него сохранено. О, да, и теперь он, собственно говоря, на сайте у нас доступен в штанах. То есть он появляется здесь автоматически. Вот они, штаны номер два. Ну, я картинку не загрузил, соответственно, товар пустой. Вот он есть, наличие его нет, хотя описание все скопировалось. Ну, то есть товары появляются автоматически, в зависимости от того, куда вы их добавили. Я могу, например, переместить эти штаны в футболки, ну и, соответственно, эти штаны номер два появятся у меня в разделе футболки. Почему-то они появились. Ну-ка. Почему они появились? А, я аж не сохранил. Цены-то нет. Вот так. Ну, и, соответственно, вот они, штаны появились в футболке. За тысячу рублей можно купить. Ну, как-то так. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Так, как интегрировать CRM-B324? О, это будет на следующем вебинаре, мой коллега будет показывать. Как по резервной копии правильно сделать? Покажете. О, резервная копия очень просто делается. Вы в настройки заходите, здесь раздел инструменты, резервное копирование, создание резервной копии. Нажимаете кнопочку «Создать резервную копию», можно хранить ее в папке сайта. То есть нажмете «Создать резервную копию». Если у вас от коммерческой версии, то вы можете создать копию в облаке. Ну, и тогда при установке, соответственно, выбрать из облака нашего. Либо вот в папке сайта нажмете «Создать резервную копию», у вас получается файлик. Вы сможете его скачать как файлик, загрузить на хостинг вместе с файликом Bittrex Setup PHP и, соответственно, через Bittrex Setup развернуть эту резервную копию. Там все очень просто делается, для этого есть все возможные инструкции, но там на самом деле несложно. Какие принципиальные преимущества один из Bittrex, а других популярных CRM? Наверное, CMS вы имели в виду. Вы знаете, в том числе бесплатных. Но с бесплатными вообще сравниваться очень трудно, потому что разного поля ягоды, ну, то есть, грубо говоря, разные категории вообще продукты. Bittrex коммерческая система, и мы, например, как компания, которая производит ее, очень заинтересованы в том, чтобы наши клиенты были довольны. Да, чтобы продукт удовлетворял требования, чтобы работал хорошо, качественно, поэтому мы поддерживаем, мы развиваем и там бежим впереди паровоза, зачастую определяя тренды в производстве интернет-магазинов и так далее. И тренды в тех технических возможностях, которые платформа вообще, по нашему мнению, должна предоставлять пользователю. Если вы просто возьмете список функций и возможностей, которые представляет платформа, и сравните с любой другой, вы поймете, что это просто не то, что разные ступеньки, это разные лестницы. Ну, наверное, вот эти такие ключевые преимущества. То есть вы получаете очень многое для вашего интернет-магазина, для активного развития, роста и так далее. Мы, в общем, два раза в год выпускаем очень большие релизы, в которых детально-детально рассказываем о том, какие новинки появились и как они помогут вам зарабатывать лучше и больше. У нас самая большая партнерская сеть, то есть выбор разработчиков действительно очень прост. Мы стараемся контролировать и качество разработки, и обучаем разработчиков и так далее. Ну, в общем, у нас целая экосистема создана для того, чтобы нашим клиентам действительно было легко работать с нашим продуктом. Легко и получилось успешно. Мы как бизнесмены ориентированы на то, чтобы ваш бизнес рос, развивался и работал хорошо. Поэтому мы вас понимаем гораздо лучше, чем свободные разработчики, пишущие бесплатные системы управления сайтом и всякие другие движки, которые кое-как собраны из кучи моделей. Я не буду про других говорить, потому что их знаю, может быть, не очень детально, но рынок, который мы создаем и в котором участвуем, показывает, что Bitrix действительно одна из лучших систем. Так, интеграцию с 1С нужно произвести сразу или можно после? Да можно, конечно, после. То это как вам удобнее. Какая вложенность в каталог товаров допустим? Она не ограничена никак. У Романа проблемы со звуком. Вам не надо вводить пин, вам нужно переключить. Как же я ему отвечу, если он меня не слышит? Да, беда. Но надеюсь, что он разберется. Так, про фасетные фильтры скажите, что это и как работает. Ну, давайте быстренько покажу. Фасетный фильтр – это на самом деле система подбора товара. Вот этот умный фильтр – это и есть фасета. На самом деле, почему он называется таким сложным словом фасета? Потому что создается специальный фасетный индекс, так называемый, технический, который сохраняет сразу же все вариации выбора соответствия. То есть, если я выберу, например, цены, видите, он моментально просчитывает, что, например, таких цветов в этой цене нет. Или, например, если я выберу какой-то из брендов, то понятно, что таких цветов и каких-то других размеров там не будет в этом бренде. И когда я определяю те или иные моменты в своем фильтре, система мне сразу подсказывает, какие варианты допустимы, а какие нет. Ну и, соответственно, дальше показывает, что там будет один товар всего. Ну, я же могу показать, и, собственно, это моментально происходит при загрузке, и показ мне вот это результатов моего поиска. Вот это онлайн-скорость, мгновенность пересчетов, независимо от размеров каталога. Сейчас у меня тут сотни с лишним товаров, но даже если их здесь будет 100 тысяч товаров, оно работать будет все равно с той же скоростью. Это такой производительности позволяет добиться фасета. И, соответственно, с этим, по факту для клиента это так работает. Так, дальше. О, тут про картинки. Зачем так много картинок? Нет, картинки там добавляются только вместо... Знаете, Сергей, давайте так, просто по картинкам можно было бы детально показать, но вот это тема там следующего вебинара, работа с каталогом. И там будет, собственно, и про добавление товара, там детально, как картинки добавляются, и как назначаются скидки, цены и так далее. Вот это вот как бы тема там следующего вебинара, поэтому давайте я не буду сейчас забегать вперед. Уверен, что у нас в учебном курсе есть подробное описание того, как это, собственно, делается. Бухгалтеры ревностно относятся к наименованиям товара, которые зачастую отличаются от партии к партии, от поставщика к поставщику и прочее. Как с ним соответственно между наименованием товара на сайте, удобно для покупателя наименованием бухгалтерии. На вебинаре про интеграцию с РНС об этом детально рассказывают мои коллеги. Там действительно есть вариант выбора соответствия изменений, разные наименования для бухгалтерии и так далее. Хотя на самом деле для бухгалтерии там наименование товара, ну, в общем, такая задача решаемая. Так, выборы товаров по различным свойствам, мне кажется, только что показал. Есть проблемы с платежами. Для новых нет платежных систем, для бистри, все работает. Ладно, это значит, доступ к платежным системам у вас не установлен. Зайдите в настройки платежных систем, там надо с доступами разобраться. Так, есть ли встроенные инструменты SEO-продвижения? Если да, то как они работают? Но вообще, что понимать под инструментом SEO-продвижения, хотелось бы от вас понять. Но давайте я попробую рассказать, что мы под этим понимаем. На самом деле, SEO-продвижение в нашем случае со стороны сайта выглядит следующим образом. Наша задача сделать так, чтобы основные параметры страницы максимально полно были обозначены для поисковой системы. Если я открою код страницы, то мы с вами увидим, что у нас есть несколько параметров, которые важны для поисковой системы. В частности, это мета-тег-кейвордс, то есть ключевые слова, это мета-нейм-дискрипшн, это, грубо говоря, то, что мета-тег-дискрипшн, который выводит описание одежды. Это тег-тайтл, сейчас, где он тут, вот он, тайтл, который выводит какую-то информацию про то, что конкретно находится на данной странице. Ну и плюс там какие-то заголовки типа H1, которые выводятся, выводят название самого товара. Для того, чтобы это работало все хорошо и круто на каждом-каждом товаре или каждом товарном предложении, у нас разработан специальный шаблонизатор для работы с... Ой, это я не туда зашел. Для работы с вот этими всеми параметрами. Здесь, кстати, модуль SEO, тоже можете посмотреть, он для учета различных SEO-показателей сделан. Если я сейчас открою конкретный товар, который сейчас у меня открыт, изменить товар, то для этого товара есть закладочка SEO, которая показывает, что именно показать в тех или иных данных. Например, для этого товара включен шаблон, который покажет каталог и имя каталога от магазина одежды плюс. Или, например, ключевые слова будут вот такие. И здесь указаны переменные. Там это имя, то есть здесь будет написано, что в такой каталоге одежды можно купить одежду, в таких-то цветах, от таких-то этих самых. Здесь разные будут подставляться переменные. Я могу для конкретного этого товара, например, взять и изменить что-то. Например, изменить ключевые слова, потому что мне, вот здесь, потому что мне, например, важно указать там не полосатый рейс, а по-другому как-то сформулировать вот эти данные. Или оставить по шаблону. Или взять и изменить шаблон для всех всего каталога буквально один раз. И тогда все-все-все товары автоматически, все эти описания будут формироваться вот так вот автоматически. Вот, например, в магазине одежды плюс собран огромный каталог. Тут у нас так придумано различное описание. Вы можете их придумать для себя. Это действительно инструмент, который позволяет очень быстро настроить для своего каталога правильное описание, заголовки страниц, ключевые слова и так далее. Все, что очень важно для продвижения. Так. Так, вот два странных вопроса, на которые я попробую уточнить. Меню SQL-запрос. Какие возможности предоставляет? Ну, судя по тому, что вы задаете такой вопрос, вы, наверное, понимаете, что такое SQL. На самом деле эта штука предоставляет возможность создать SQL-запрос в базу данных, на которой работает Bittrex. Ну, вот, например, я могу взять и выполнить запрос, который покажет мне все записи из таблицы Beavent. Вот, пожалуйста, у меня все записи. Выведено на страничку. Ну, вы можете любой запрос здесь запустить, который вам нужен. Так, где в админке указать параметр PHP? Ну, параметры PHP указываются не в админке, а в файле PHP.ini или в файле htaccess в зависимости от того, как работает PHP или как настроен хостинг. Есть ли возможность хостинга сайта интернет-магазин в Soda Bittrex? Если да, сколько стоит? Нет, нет. У нас нету Soda, и, соответственно, мы не хостим. Мы не занимаемся слугами хостинга, поэтому нет. Расскажите о разнице между каталогом и торговые предложения. Ну, здесь разницы никакой нет. Каталог – это список самих товаров, а торговые предложения – это, собственно говоря, список торговых предложений. То есть вот все те предложения, которые подключены к самим товарам, да, вот они просто лежат в отдельном инфоблоке. Ну, то есть это все по факту каталог. Просто они немножко разделены технически. Например, в разделе магазин, когда вы работаете, то для вас это все одно целое. То есть вы не различаете их. Возможно ставить водяные знаки на картинках? Да, конечно, возможно. Когда вы загружаете картинки, вы можете, и в том числе при импорте автоматизированном, вы можете использовать специальный сервис установки, ну, вот если картинку какую-нибудь взять, то он может, во-первых, мы умеем тут при, это самое, всячески кадрировать, изменять и так далее, ну и в том числе вводить какую-то подпись. Она будет вот таким образом, например, введена. Ну, есть разные варианты, сейчас я не помню, так, это, нет, это у нас настройки серый, не серый. Сейчас, это не тот копирайт какой-то, странный. Где же у нас было кадрирование, отражение. Не помню сейчас, где настраиваются водяные знаки. Вот, представляете, вылетело из головы. Ну, совершенно точно можно водяные знаки делать. Единственное, что я сейчас, наверное, не буду тратить время искать по инструкции. Я уверен, что вы сможете найти в каталоге или спросить мне отдельно. Я контакт сейчас дам, чтобы я ответил на этот вопрос индивидуально. Так, можно ли сделать, чтобы фильтр можно было сбросить, чтобы искать по другим разделам, находясь в дочерней категории? Фильтр сбросить, чтобы искать по другим разделам? Ну, вообще-то фильтр сбрасывается по умолчанию. То есть, у фильтра есть, если я ищу, например, в штанах, то фильтр сбросить есть. А вот вернуться на категорию выше, в смысле, если есть к подкатегории, нет, через фильтр, наверное, нельзя. Фильтр, потому что категорию никак не учитывает. То есть, грубо говоря, я буду искать в этой категории, или, например, если я выберу категорию обувь, то буду искать по категории обувь, по всей категории. Да, да, так вот. Какая версия jQuery используется, можно ли ее поменять? Хороший вопрос, но не ко мне. В вершине, что версия jQuery вы можете сами посмотреть, как удалить демо-данные. Ну, вот удалить их можно просто удалением всего каталога в управлении каталогом. Или устанавливать без демо-данных, это тоже возможно. Фреймастер установки умеет не устанавливать демо-данные. Лучше выбрать гидровку UTF или 12.51? Лучше UTF. На какой стадии настройки в корпоративном сайте можно ставить страницу с интернет-магазином? Ни на какой стадии. Дело в том, что вы можете в интернет-магазине определить, например, что главная страница будет не интернет-магазинная, а просто другая. То есть, грубо говоря, можно создать… Сейчас, секундочку, попробую сообразить, как это лучше сделать. Черт, времени уже много. У нас по умолчанию главная страничка, собственно говоря, это вот она, индекс PHP. Я могу сейчас ее скопировать, чтобы она у меня не сохранялась, не потерялась. И… Ой, а что-то я не скопировал, что ли? Да, не ту кнопку нажал. А, нет, все скопировалось. Так, 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 так. И теперь, собственно говоря, страничка… Нет, не вижу. А, извиняюсь. Вот так мы сделаем. Так, вот она появилась. И так, 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 так. Ну, собственно говоря, стандартная страница индекс PHP, которая выводит там целый ряд настроек. То есть сейчас я вернусь на сам сайт, на главную страницу сайта, и мы можем ее просто откорректировать, чтобы это было не страницей магазина, а просто страницей. То есть, например, убрать отсюда ряд компонентов. Ну, в частности, сейчас тут целый набор компонентов, их можно отсюда убрать. У нас получится пустая страничка. И, соответственно, здесь, например, взять и добавить какой-то текст, который не будет относиться к интернет-магазину, а будет вашим текстокомпанией. Или добавить какие-то другие данные, например, взять и загрузить сюда какие-то компоненты. Например, вывести сюда, что там для компании важно в начале, на главной странице это новости, например. Вот я могу взять и вывести сюда новости. После сохранения у меня уже не очень похоже на интернет-магазину, потому что на главной странице новости. Ну, а меню, соответственно, тоже переделать, убрать отсюда. Ну, или, если вы запустите по умолчанию сначала, или поступить наоборот, взять какой-нибудь корпоративный сайт и на одной из его страниц, в одном из разделов разместить компоненты интернет-магазина, и у вас, соответственно, получится все, что нужно. Описание базы данных для искорить запросов, где можно посмотреть. Мария, очень странный вопрос. В документации, конечно, есть структура базы данных, но зачем? Зачем вам это нужно? Откуда закачивается картинка в каталог? С диска вашего компьютера, либо из программы 1С, если автоматизированный импорт? Так, Евгений, я же ответил на ваш вопрос про прикрутить выгруженный товар, чтобы отображался в меню и на странице. Можно ли изменить самостоятельный дизайн стандартного шаблона через код? Самостоятельно изменить дизайн, если вы знаете, как это делать, то да, конечно, можно. Как отображать товары в родительских разделах, которые имеют дочерние разделы, то есть все товары из-под разделов? Не очень понятно, зачем это нужно, это сильно запутает пользователя, но вообще по умолчанию, по-моему, у нас даже так отображаются. Вот они все, домашние тапочки и туфли, все они так отображаются. Ну, то есть я бы наоборот спрашивал, как скрыть, чтобы показывались только эти, но они по умолчанию отображаются, все дочерние категории. Так, последний вопрос, который я пропустил, пока показывал вам все остальное, это касательно адаптивности. Чтобы это продемонстрировать, на тему того, как, собственно, работает адаптивность, чем отличается резиновый сайт от адаптивного, сейчас попробую ответить, только мне нужно вернуть главную страничку. Главную страничку сейчас вернем обратно, так как на ней надо показывать этот файлик. Мы сейчас удалим, который я испортил. Вернем старый вариант. Сохранить. Так, главная страница. Тут, 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 тут. Вот у нас главная страница. И если мы начнем смотреть на сайт, то есть если говорить о резиновом сайте, да, то резиновый сайт умеет что? Умеет растягиваться и уменьшаться в зависимости от размеров экрана. Однако, если говорить о адаптивном сайте, то он умеет еще и трансформироваться в зависимости от экрана сайта. То есть, как видите, сейчас у меня уменьшаются размеры картинок, уменьшаются шрифты. Раз, и у меня исчез видеобаннер, потому что на мобильном телефоне он излишен. У меня переформатируется практически все. У меня изменилась вообще вся структура страницы. Она вытянулась вдоль, поменялись местоположения пунктов. У меня стало меню вот таким, а не сверху. Таким, как привычно для мобильного устройства и так далее. Вот когда сайт умеет трансформироваться, то есть не просто ужаться до каких-то размеров, а именно трансформироваться, это и называется адаптивное. Вот видите, как он меняется. В зависимости от размера экрана он может фактически измениться до неузнаваемости. Это и называется адаптивность. Это и называется готовность сайта к хорошему, правильному отображению. Не такому, как обычный сайт в просто уменьшенном режиме, а именно трансформированный с готовой к работе на мобильном устройстве. Ну что же, пожалуй, все. Я вот так уже занял очень много времени. Спасибо вам большое. Надеюсь, что я ответил на максимальное количество вопросов. Постараюсь в процессе следующего доклада отвечать на вопросы уже письменно в этом чатике questions. Там, собственно говоря, можете продолжать их задавать мне, а я, пожалуй, передам слово Михаилу. Так, Михаил, отключите, пожалуйста, свой микрофон, чтобы мы вас услышали. Чтобы я убедился, что вы там на месте и все в порядке. Михаил. Куда-то пропал Михаил. Так, а я, к сожалению, не могу включить, потому что сейчас, одну секундочку. О, Михаил, скажите, что не заработало. Да, отлично. Так, сейчас я переключу экранчик, и он станет доступен. Так, я свой выключил. И включаю ваш. Собственно, здравствуйте, коллеги. Я надеюсь, меня хорошо слышно. Я хотел рассказать сегодня вам о том, как... Михаил, секундочку. Михаил, он не показывает пока ваш экран. Наверное, на зеленый кнопку. На экранчик нажать. Так, сейчас разберемся. О, сейчас должен загрузиться. Переключилась, по крайней мере, в системе. Сейчас должна появиться... Ага, уже видно. Можно говорить. Да, тема того, о чем я буду вам сегодня говорить, это то, как успешно запустить e-commerce проект. В принципе, на самом деле, на эту тему можно разговаривать очень-очень долго. Но я постараюсь обозначить основные такие моменты, чтобы в случае, если вы будете в ходе вашего проекта взаимодействовать с подрядчиками, предостричь вас от основных ошибок, с которыми вы можете столкнуться, часть из которых может быть просто непоправимыми. Ну и вообще рассказать о том, как этот процесс строится. Вот, соответственно, если конкретно, то речь пойдет сегодня о том, сколько вообще на самом деле стоит интернет-магазин. Потому что, я думаю, многие из вас, кто имеет какой-то опыт взаимодействия с подрядчиками, кто обращался за оценкой того или иного проекта, сталкивались с тем, что цены на одно и то же могут называться совершенно разные. То есть вам может кто-то сказать, что этот проект будет стоить 50 тысяч рублей, а в какой-то организации это могут оценить 5 миллионов рублей. И, соответственно, нужно разобраться, сколько на самом деле должен стоить проект и в какой категории клиентов, скажем так, вы относитесь для того, чтобы не тратить ни свое время, ни время ваших потенциальных подрядчиков на бесполезные переговоры, если вы будете как бы в разных мирах, можно так сказать, находиться. Ну вот, соответственно, для этого можно разделить интернет-магазины на несколько основных категорий, на которые, собственно, делится наш рынок веб-разработки. И еще очень подробно я расскажу о том, что некоторые организации могут пообещать вам реализовать полностью функционал, который вы от них просите, например, с индивидуальным дизайном, чтобы был проект, провести все интеграции со всеми возможными системами и так далее. И при этом называют цену, которая на порядок или на какой-то существенный процент ниже, чем называют в среднем остальные компании. И у вас может возникнуть такое желание, что, наверное, люди предлагают такую низкую цену, это выгодное предложение, нужно к нему обратиться. И с таким вещами нужно быть очень осторожными. И я, собственно, вам расскажу, почему цена не может быть ниже определенного предела на интернет-магазин. Также расскажу о том, какие методологии сейчас применяются в ходе разработки непосредственно самого интернет-магазина. Расскажу про Scrum, Agile, о том, что это из себя представляет и зачем это нужно. Почему сейчас популярны именно вот такие методы ведения разработки. Также расскажу о том, что важно при заключении договоров с подрядчиками, потому что многие люди склонны доверять, склонны к тому, что... Люди склонны думать, что раз у меня такой хороший менеджер, с которым я наладил такой хороший диалог, я могу с ним общаться уже почти неформально, ну, тогда ни о каком обмане и речи быть не может. И ни о каких недопониманиях, которые могут в дальнейшем возникнуть, у не очень опытного заказчика тоже никаких мыслей не возникают. Соответственно, то, как нужно заключать договора и как вести себя в целом с подрядчиком именно в части бумажных вопросов, тут стоит отдельно остановиться, я про это расскажу. Также сделаю отдельный акцент на том, нужна ли аналитика в e-commerce, потому что многие люди придерживаются такого мнения, что это просто лишние затраты и увеличение сроков проекта. Основное, что входит в аналитику, это прототипирование, создание прототипов и написание технических заданий. Разно. То есть это может быть как в целом по проекту, так как отдельную его часть. Ну вот, соответственно, важно, чтобы у вас было понимание того, нужно ли вам это или не нужно. Ну и расскажу о том, что такое вообще, что из себя представляет успешный финиш проекта, как сделать так, чтобы в самом начале проекта не загубить его на корню, скажем так. Вот, чтобы не возникла ситуация, в которой вы в самом начале допустите такие ошибки, из-за которых сдать проект в итоге будет невозможно. И запустить его в работу непосредственно. Ну вот, начнем, собственно, с категории интернет-магазинов. Что и сколько стоит, кому стоит обращаться. Самая первая категория, с которой обычно, в принципе, люди начинают работать, это готовый интернет-магазин. То, как раз, о чем Сергей говорил, это готовое решение из маркетплейса, которое вы можете подобрать по бюджету, по функционалу и по внешнему виду. Собственно, такой вариант подходит тем, кому принципиально важно запустить интернет-магазин быстро. Потому что, действительно, за вас уже все сделано, придумано, изобретать велосипед сначала с нуля не нужно. Ваша задача просто купить и развернуть. Это можете сделать как вы сами, так и ваш подрядчик, который в дальнейшем будет заниматься вашим проектом. Ну вот, соответственно, также это подойдет, готовый интернет-магазин подойдет тем, у кого ограничен бюджет, ну, например, там 50 тысячами рублей. Соответственно, в рамках 50 тысяч рублей можно купить неплохой шаблон, лицензию малый бизнес, ну или какая вам подойдет, но не бизнес, конечно. Вот, и использовать ее в работе. То есть за небольшие деньги, в короткий срок можно использовать, можно получить рабочий продукт. Также, если у вас нет каких-то особых пожеланий по дизайну, если у вас не какой-то уникальный продукт и новый бренд, который вы вводите на рынок, вам важно продавать атмосферу, например, какого-то продукта. И вам, ну, в принципе, вас устроит стандартный дизайн, который есть и используется, у него продуманная структура, достаточно хорошая юзабилити, все продумано. Если вас это устроит, то да, вам подойдет готовый интернет-магазин. Вот. Ну, собственно, если говорить про критерии, кто является потенциальным покупателем, то я думаю, что здесь очевидно, что чаще всего, не всегда, но чаще всего потенциальным пользователем готового интернет-магазина является частный предприниматель или небольшой бизнес, который вот люди, когда принимают решение о том, что пора бы нам заявить о себе в интернете, они покупают как раз готовое решение. Вот. Первое, с чего они начинают. Вот. Ну и, собственно, для начинающих людей, которые вот приняли решение, что надо заниматься бизнесом и приняли решение, что бизнесом надо заниматься в интернете. Соответственно, как правило, с этого начинается поиск вообще возможных способов для того, чтобы, сэкономив деньги, средства, сроки и, ну, все возможные ресурсы, заявить о себе в интернете, соответственно, подойдет готовый интернет-магазин. Вот. Стоимость формируется в данном случае достаточно просто. Состоит она из стоимости лицензии. И шаблоны. Шаблоны могут быть на самом деле разные. То есть они могут быть как бесплатные, могут стоить там 5-10 тысяч рублей, некоторые шаблоны стоят 100 тысяч рублей или 150. Вот. Здесь очень внимательно нужно подходить, на самом деле, к выбору шаблона, потому что, ну, никому не хочется переплачивать. Вам нужно проконсультироваться со знающими людьми для того, чтобы не переплачивать за тот функционал, которым вы не будете пользоваться в дальнейшем. То есть не исключено, что часть модулей, которые будут включены, например, в... точнее, часть тех функциональных возможностей, которые будут включены в решения, которые вы купите, вам они не понадобятся, по крайней мере, на этапе запуска проекта. А вы за них уже заплатили, ну, и, как бы, не совсем рационально это получается. Ну, плюс, конечно, доменный хостинг, это всем известные расходы. Вот. Соответственно, первичные затраты могут варьироваться, там, от 32-900 за стоимость малого бизнеса, ну, там, плюс доменный хостинг, ну, допустим, там, от 35 тысяч рублей и до 150 тысяч рублей. Здесь все зависит от ваших потребностей, вашего бюджета, ну, как во всем, во всем случаях. Вот. Ну, по срокам, соответственно, закупка лицензии, как правило, происходит за два рабочих дня, разворачивание сайта на хостинге – это один день. Шаблон, вот, настройка шаблона от одного дня. На самом деле, это очень важный момент, потому что может сложиться такая ситуация, в которой вам и не нужно будет особо настраивать шаблон. Вам нужно просто, допустим, вот, когда вы устанавливаете решение, вы можете там поменять цвета по своим, там, скажем, эстетическим предпочтениям, ну, и, собственно, все. Больше вы, как бы, название категорий, там, информацию о компании, номер телефона и все. Вот. А может быть такое, что шаблон вы выбрали, но вы понимаете, что у вас есть такие задачи, перед вами стоят, что просто невозможно. То есть вы хотите сэкономить, использовав готовое решение, не заказывая разработку с нуля, но при этом у вас есть такой функционал, который в готовых решениях не предусматривается. Вам нужно будет его дорабатывать. Это может быть связано с особенностями именно вашего бизнеса. Вот. Соответственно, если мы говорим о таких доработках, то они могут занимать, как еще один день, допустим, а могут занимать и несколько недель. Такое тоже бывает, это возможно, и, на самом деле, это нормальная практика. Вот. Ну и наполнение сайта, соответственно, то, сколько времени вам потребуется на наполнение, зависит либо от вас самих, либо от компании, с которой вы обращаетесь, какую скорость они могут вам обеспечить. Вот. Ну и в дальнейшем это, конечно, продвижение, но непосредственно к покупке и развороту интернет-магазина это не имеет особого отношения. Здесь это уже, скажем так, дальнейшая работа уже в ходе, собственно, когда уже пойдут все продажи, это идет параллельно. Вот. Соответственно, следующая категория интернет-магазинов, она подходит для малого бизнеса. Если говорить об основных критериях клиентов, по которым можно сказать, что вам подойдет интернет-магазин, который можно отнести к малому бизнесу. Это в том случае, если у вас есть уже розничные продажи, например, там, точка или несколько точек по продаже вашей продукции, у вас есть постоянные клиенты, возможно, даже актовые, у вас есть стабильный финансовый приход, то есть вы, в принципе, у вас, конечно, есть месяцы более удачные и менее удачные, но есть, как бы, пул клиентов, и вы уверены, что вы всегда, там, каждый месяц вы заработаете, как минимум, такую-то сумму. Вот. Чтобы не происходило такой ситуации, что вы потратили большую сумму денег на разработку интернет-магазина, а потом выяснилось, что ваш бизнес-модель, к примеру, не работает, и тогда получается, что вы, ну, совершили досадную ошибку, и не стоит так делать. Вот. Ну, и, соответственно, если вот у вас есть розничные точки, постоянный клиент, стабильный доход, и вы понимаете, что пришло время выводить ваш бизнес в интернет, собственно, тогда вам непосредственно нужно обращаться к подрядчикам, которые будут реализовывать для вас вашу задачу. Ну, как я уже сказал, речь идет об индивидуальной разработке в данном случае. Важно понимать, что к этому моменту, вот перед тем, как вы обратились к потенциальному подрядчику, у вас должен быть сформирован свой фирменный стиль. Это логотип, это какой-то бренд-бук, возможно, дизайн визиток, в общем, у вас должен быть свой бренд. Можно прямо сказать, это можно назвать словом бренд, по-разному можно, это слово, как бы, имеет разные масштабы, скажем так, но основной смысл в том, что у вас должен быть свой бренд. Вот. Ну, и важно, чтобы, вот как раз то, о чем я уже сказал, что бюджет у вас позволял заниматься разработкой сайта. Ну, и здесь многие люди на этапе, вот, когда они доходят до того, чтобы обратиться к индивидуальной разработке сайта, получают оценку и думают, что, ну, это такие деньги, которых я не буду их тратить ни за что, лучше я вот куплю готовое решение или обращусь на фриланс и буду себя чувствовать лучше, чем я сейчас потрачу, важное слово, потрачу энную сумму денег. Я, по-моему, чуть позже расскажу, о каких суммах идет речь. Вот. Соответственно, здесь важно, чтобы вы понимали, что это не просто разовая затрата, которую вы заплатили, непонятно за что, и все. Это, на самом деле, инвестиция, потому что чем лучше продукт подрядчиков выдаст вам на выходе, чем лучше тренд-магазин, чем у него лучше дизайн, структура, чем он более удобнее для пользователя, тем больше денег он вам в конечном итоге принесет. Ну, это факт. Соответственно, тем у него будет выше конверсия, при меньших затратах на рекламу, на продвижение, вы будете получать большую прибыль, ну, и так далее. В принципе, очевидные вещи. Вот. Соответственно, стоимость в данном случае складывается, из уже гораздо большего количества составляющих, ну, лицензия в Витрисе, безусловно. Далее добавляется пункт аналитика, я более подробно чуть дальше расскажу про это, но без написания грамотного технического задания к индивидуальной разработке приступать нельзя. Это очевидно. Вот. Ну, соответственно, самый главный пункт и часть затраты – это непосредственно разработка. на самом деле здесь написано это одним словом, там речь идет о дизайне, о верстке, скорее всего, в наше время уже об адаптивной верстке, ну, и, собственно, программной разработке и внедрении продукта. Скорее всего, с вероятностью в 90% вам также после того, как вы завершите разработку, потребуется интеграция с 1С. Соответственно, это тоже стоит определенных денег. Ну, и без, собственно, продвижения рекламы в Директе или в Google AdWords, ну, никто не придет к вам на сайт, если вы не будете его развивать, продвигать и рекламировать. Соответственно, без этого никуда этим нужно заниматься. Можно сразу просто вот… Некоторые люди подходят к оценке стоимости проекта как к чему-то такому единоразуму, и смотрят на это как, что если вот лицензия аналитика разработки интеграции 1С, мне будет стоить такую-то сумму, ну, вот, собственно, столько и будет стоить для меня проект. А продвижение рекламы – это, ну, потом как-нибудь разберемся. На самом деле, это не совсем правильный подход, потому что нужно сразу понимать, что сейчас я плачу такую-то сумму за основные, за расходы на непосредственно разработку проекта, но потом в течение… нужно хотя бы составить план хотя бы на год, что в течение года я каждый месяц должен буду платить, например, там, такую-то сумму денег, ну, в среднем, там, 50 тысяч рублей за директ, например. В каждом месяце я должен буду платить 50 тысяч рублей, и ожидаю с этого получать, начать получать и такую-то прибыль. Ну, то есть вот этот вот первичный план в случае с интернет-магазином для малого бизнеса, он все равно должен быть. Вот. Ну, то же самое касается и продвижения. Вот. Ну, безусловно, техническое сопровождение, домены, хостинг – это тоже расходы, без которых не обойтись. Вот. Ну, про SEO как раз я сказал. Ну, вот, смотрите, здесь представлен, как бы, примерный расчет стоимости проекта для… стоимости интернет-магазина для малого бизнеса. Лицензия – малый бизнес, скорее всего, вам будет ее достаточно, потому что вряд ли у вас будет несколько складов, там, к примеру, да, то есть то, чего не может дать вам малый бизнес, может дать только бизнес лицензию. Вот. Поэтому, скорее всего, у вас будет один склад или одна торговая точка, вот. Вот. И вам хватит, скорее всего, малого бизнеса. Вот. Аналитика может стоить как 20 тысяч рублей, как 80, на самом деле, может стоить и больше. Вот. Все зависит от того, к кому вы обращаетесь и что конкретно вы заказываете. То есть если вы заказываете написание технического задания, создание кликабельных прототипов, то, да, здесь, скорее всего, вы уместитесь как раз в сумму 80-100 тысяч рублей, хотя далеко не факт, все зависит от подрядчика. Вот. Ну, соответственно, программная разработка, создание дизайна, верстка, тоже это может стоить от 80-100 тысяч рублей до 300. Это в случае, если мы говорим про сегмент малого бизнеса. Вот. Потому что, как правило, никаких сложных функций не требуется. Нужно настроить стандартный функционал и сделать дизайн просто удобным для клиентов, чтобы посетителям было удобно пользоваться сайтом. Вот. Интеграция с 1С. Если мы говорим про стандартную интеграцию, то она может занимать совсем немного времени. Если какое-то усложнение, то, соответственно, опять же, в сегменте малого бизнеса вряд ли там у вас потребуются, будут какие-то такие нестандартные, очень сложные задачи, которые будут выбиваться из бюджетов 100 тысяч рублей за интеграцию. Вот. Ну и техническое сопровождение. Везде оно стоит по-разному. В принципе, от 5 тысяч рублей в месяц. Бывают тарифы. Все зависит от потребности, от нагрузки, там, на проект, на сайт прогнозируемый и так далее. Ну, SEO, опять же, может стоить от 30 тысяч рублей и выше. В принципе, некоторые компании или частные специалисты могут предложить вам эти услуги за меньше деньги, но здесь, как и в случае с заниженными бюджетами на разработку сайта, стоит задуматься в таком случае, какое внимание будет уделяться вашему проекту, если, допустим, человек говорит, что я в течение месяца буду заниматься вашим проектом за 10 тысяч рублей. То есть, по сути, его зарплата, наверное, его стоимость как специалиста не очень высокая, раз он себя так оценивает. Ну, и, соответственно, в итоге стоимость такого проекта может быть от 150 до 500 тысяч рублей. Это если мы говорим именно про затраты на разработку проекта. Здесь, вот на этом этапе, многие люди, первый интернет-магазин, который они разрабатывают с нуля, он как раз стоит примерно столько. Дешевле 150 тысяч рублей интернет-магазин с индивидуальным дизайном, с адаптивной версткой, стоить не может ни при каких обстоятельствах, чуть позже объясню, почему. По поводу сроков с лицензией все понятно. Создание технического задания может занимать от двух недель до месяца. На самом деле, может и больше, но в сегменте малого бизнеса это так. И важно, что перед тем, как вы приступаете к написанию технического задания с подрядчиком, вы сначала тратите достаточно большое количество времени на согласование ваших потребностей, составление списка функциональных требований, проще говоря, на диалог с вашим подрядчиком, чтобы он понимал детально, что конкретно нужно делать, что вы от него хотите, как вы увидите свой продукт, ну и так далее. И вообще, при оценке любых сроков на проект, важно, чтобы вы понимали, когда вам подрядчик говорит, что срок реализации проекта составит 2 месяца, здесь вы должны понимать, что речь идет не о, с вероятностью в 90%, речь идет не о реальном сроке сдачи проекта, а о том сроке, который потребуется вашему подрядчику для того, чтобы провести все необходимые работы. То есть это при условии, что вы будете утверждать, например, дизайн макеты каждый день, то есть, допустим, за один рабочий день он вам об этом скажет, что в договоре у вас будет написано там с подрядчиком, что вы утверждаете макеты за два рабочих дня или за один рабочий день. Бывают разные ситуации, здесь важно понимать, что подрядчик, когда оценивает сроки, он не закладывает туда или закладывает лишь приблизительно оценочно время вашей реакции на его обращение к вам. Соответственно, реальность срок задачи проекта, как правило, больше, и, соответственно, он может быть 4 месяца, 3 месяца. Многое зависит от вас. Конечно, подрядчик это основное, но многое зависит от вас, поэтому занимать это может вот столько. Ну, разработка, опять же, может заниматься как месяц, так и 3, как и больше. Потребности и то, насколько вы хорошо построили, так скажем, взаимодействие, выстроили с подрядчиком изначально, насколько ему все понятно, насколько хорошо и грамотно прописано все в ТЗ, от этого тоже очень много зависит. Вот. Ну, перенос на ваш сервер и тестирование. Здесь понятно, опять же, чем сложнее проект, тем больше нужно времени на то, чтобы заниматься его тестированием, тем больше функций, которые нужно проверить, как они работают в боевых условиях, скажем так. Чем проще, тем, соответственно, быстрее этот пункт можно пройти. Вот. Ну, если мы говорим о среднем бизнесе, то здесь, наверное, важно понимать, что речь идет о продажах большого объема. Ну, вот, слово большое, здесь речь идет о том, что вы, у вас есть штат специалистов, как правило, их 50 и больше, ну, специалистов или сотрудников. Вот. У вас много постоянных клиентов, то есть, по сути, ваш бизнес мог бы существовать спокойно без, ну, какое-то время спокойно существовать, без прихода новых клиентов. То есть, он самоокупаемый уже за счет постоянных клиентов, в принципе. Вот. И у вас большой поток при этом новых клиентов. Вот. Ну, понятно, что у вас в таком случае стабильный финансовый доход. Вы можете уже делать какие-то прогнозы, там, инвестировать в новые какие-то направления. У вас для этого уже есть свободные средства и возможности для того, чтобы этим заниматься. Вот. Ну, опять же, все то же самое. Вы хотите вывести свой бизнес в интернет или же Вы хотите расширить свой бизнес, присутствие Вашего бизнеса в интернете. То есть, что здесь имеется в виду? Речь идет о том, что, скорее всего, когда-то, когда Ваш бизнес только начал формироваться, Вы либо обратились к частному специалисту, который сделал Вам странного рода сайт, либо купили готовый шаблон, который в течение времени перестал отвечать Вашим требованиям, либо хотите уже у Вас начинают формироваться потребности такого рода, что компания вроде Вашей не может иметь сайт с плохим дизайном в интернете. Например, интернет-магазин. Соответственно, Вы принимаете решение обновлять Ваш интернет-магазин или в некоторых случаях разрабатываете новый. Ну, важно, что есть принципиальная задача увеличить, ну, что для любого бизнесмена самое главное, у Вас есть принципиальная задача увеличить доход и прибыль от Вашего интернет-магазина или от присутствия в интернете. Вот. Ну, по поводу фирменного стиля понятно. Важно, что при этом у Вас есть уже большой опыт работы в Вашей сфере, какой бы она ни была, и Вы можете потенциальному подрядчику Вашему очень много рассказать о том, как Вы работаете, о стиле Вашей работы, о том, что Вы продаете клиенту, я имею в виду не то, что Вы продаете, например, детскую одежду. Не просто детскую одежду, в любом случае вы продаете не просто детскую одежду, Вы можете продавать дешевую, дорогую, среднюю детскую одежду. Вот важно, чтобы Вы могли уже Вашему подрядчику объяснить, кто Ваша непосредственно, кто Ваша целевая аудитория. Например, если это дорогая детская одежда, соответственно, интернет-магазин должен быть сделан таким образом, чтобы люди с доходом выше среднего или высоким привычно пользовались Вашим интернет-магазином, так как они привыкли делать в других местах, где они покупают свои дорогие товары. Но это я так упрощенно говорю, но смысл именно в этом. Соответственно, все остальные пункты, они так же, как и до этого были. Важно, что есть такая физикурия клиентов, как стартап. Бывает так, что у людей возникает какая-либо интересная идея, бизнес-идея, под которую им удается привлечь инвестиции. И в таком случае, инвестиции, конечно, бывают разные, но если мы говорим о среднем, как обычно бывает, если людям удается привлечь инвестиции, то они позволяют им заниматься разработкой проекта с нуля именно в сегменте, так скажем, среднего бизнеса. Для этого в любом случае первоначально проводятся серьезные исследования маркетинговые и так далее. Это все делается за счет инвестора. И когда люди приходят к подрядчику, к исполнителю, то у них, как правило, уже есть очень четкое представление о том, что им нужно. Или же бывает так, что его нет. И тогда полностью вот этот диалог и формирование потребностей клиента и реализация проекта полностью ложится на исполнителя, даже в части его, скажем так, маркетинга. То есть то, как представлять. Это уже начиная с этого сегмента, это уже абсолютно нормальная практика, когда вы не просто заказываете проект у исполнителя, а по сути исполнитель является не просто, ну, помимо того, что он является техническим исполнителем, он является еще и таким консалтинговым агентством, когда менеджеры, с которыми вы взаимодействуете у исполнителя, оказывают вам непосредственно консалтинг. Они говорят вам, что вам нужно, как это лучше сделать, и предлагают какие-то свои решения ваших задач. Вот примерно с этого этапа начинается уже работа в таком формате. Не когда вы просто заказываете, вам делают сугубо по ТЗ, просто исполняют. Здесь уже идет такой более творческий бизнес-процесс. Вот. Ну, стоимость здесь складывается из того же, из чего и в первом случае, и, однако, все это стоит несколько больше. Почему стоит больше? Ну, скорее всего, вам уже не хватит лицензии «Малый бизнес», вы будете пользоваться лицензией «Бизнес». Соответственно, она стоит 66 900. Но это не самый главный затрат. Здесь речь идет уже о том, что ваши потребности выросли, функционалы, которые потребуются от интернет-магазина, намного выше. Например, там какой-нибудь калькулятор вам нужен будет. Ну, онлайн-калькулятор стоимости услуг или чего угодно. Вот. Это стоит тоже денег, если это разрабатывается с нуля. Вот. У вас уже появляются другие некие представления о дизайне. Многие клиенты, когда они приходят в компании, именно работающих в таком ценном сегменте, они владеют термином «европейский минимализм» в дизайне, начинается обсуждение уже таких вкусовых, скажем так, моментов и так далее. То есть все это очень важно становится на этом этапе. Ну, и затраты, соответственно, возрастают. Вот. Интеграция с 1С на данном этапе, скорее всего, не будет сильно отличаться от того, что было до этого в сегменте малого бизнеса. Но, тем не менее, есть вероятность того, что когда вы придете с вашей 1С к потенциальному подрядчику, вам порекомендуют внести изменения в саму 1С, такое бывает, это нормально. Ну, техническое сопровождение, скорее всего, будет стоить уже минимум 10 тысяч рублей каждый месяц. SEO и стоимость SEO, это очень... Ну, это на самом деле отдельная тема, но в целом могу сказать, что от 30 тысяч рублей и выше это вот такой как бы средний показатель, то есть это может стоить 30-50, при этом как для небольшого нового сайта, так и для сайта крупной компании. Здесь очень сложно это оценивать, в каждом случае отдельно и уникально. Ну, и, соответственно, общий бюджет проекта может варьироваться от 500 тысяч и до миллиона рублей, потому что после миллиона рублей начинается следующий сегмент, это совсем отдельный разговор, там по-другому люди работают, по-другому подходят. В данном случае миллионом рублей ограничиваются бюджетом. Сроки, соответственно, как правило, в данном случае варьируются от трех месяцев и до года, в принципе. Все зависит, опять же, от задач. В данном случае техническое задание создания кликабельных прототипов и так далее, на это тратится по меньшей мере две недели, может быть месяц, может быть и два месяца. Это нормальная абсолютно практика. У людей, которые тратят, допустим, 900 тысяч рублей на сайт, первично, есть желание сделать так, чтобы исключить вероятность недопонимания с подрядчиком, чтобы и самим понимать, о чем идет речь. К тому же чаще всего в таком случае решение о работе с тем или иным подрядчиком и взаимодействие с ним принимает уже не директор, а некий менеджер, которому это поручили. И в таком случае этот менеджер, он, во-первых, сам страхуется, во-вторых, все, что происходит, ему необходимо, во-первых, самому принять от подрядчика, во-вторых, согласовать с руководством со своим. Соответственно, в данном случае разработка технического задания прототипов просто необходима, поскольку согласование, перед тем, как тратить деньги на дизайн, нужно все согласовать и продумать. Отдельно я про это расскажу тоже в части аналитики. Соответственно, перенос на серверы тестирования, опять же, две недели разработка, непосредственно разработка, на самом деле, может занимать от двух месяцев и до полугода. Полгода непрерывной разработки, возможно, в случае, если у вас... Дело в том, что в этом сегменте у вас могут появляться особые фишки. Например, недавно сталкивался с проектом, в котором вы можете на свой вкус из разных ингредиентов составить себе шоколад. Соответственно, вам для того, чтобы на сайте реализовать этот конструктор, нужно очень сильно поработать с программной точки зрения. Соответственно, разработка такого проекта может занимать полгода. Перейдем к сегменту крупного бизнеса. Здесь на фоне видим галактику. Должно вызывать ассоциации того, что действительно по-настоящему крупный бизнес. Представление о том, что такое крупный бизнес, я думаю, вы все имеете. Это компании многим известные, либо это лидеры отрасли, либо это, допустим, самая успешная компания хотя бы в регионе по тому-то или другому направлению. Соответственно, есть большие оборотные средства, есть узнаваемый бренд, и есть понимание того, что нужно отвечать требованиям, которые предъявляются перед такими компаниями в интернете в том числе. Соответственно, стоимость такого проекта для таких компаний, она начинается, как правило, от миллиона рублей. Верхнего предела нет. Это может быть полтора миллиона рублей, может быть два, может быть три, может быть восемь, например. Ну и так далее. Верхнего предела его обозначить реально невозможно. Проекты бывают разные, и стоимости тоже. По срокам, соответственно, та же самая ситуация. Все зависит от самого проекта, от потребностей, от того, зачем он делает и так далее. Более того, перед тем, как приступать непосредственно к своему проекту, как правило, проводится очень серьезное маркетинговое исследование с формированием так называемых фокус-групп, проводятся опросы. Все это стоит тоже денег на самом деле, и может составлять чуть ли не треть стоимости проекта. Вот, и то и больше. Соответственно, такой проект может стоить любых денег, все зависит от потребностей, как я и сказал. А теперь, что самое такое животрепещущее. На самом деле, если вы представляете крупную компанию, вы там менеджер, или, если вам повезло, вы собственник крупной компании, то, скорее всего, вас даже не заинтересует вот такое предложение. Вы будете работать с признанными лидерами рынка веб-разработки, и, соответственно, от них вы таких предложений не получите. Если вы работаете в сегменте среднего и малого бизнеса, то здесь вам могут поступать вот такие вот предложения. То есть, условно говоря, вы отправляете в несколько компаний запрос, один и тот же, или, допустим, даже уже с техническим заданием или с заполненным брифом на оценку. И люди вам там с вами связывают, уточняют и оценивают. И вот, допустим, от трех компаний вы получаете предложение, варьирующиеся в ценовом категории от 150 до 300 тысяч рублей, например, на тот или иной проект. И вы думаете, да, вот это, конечно, наверное, нормально, но дорого. Тут от четвертой компании вы получаете предложение за 59 тысяч 900 рублей, и срок разработки 12 рабочих дней. Еще и индивидуальный дизайн, то есть не готовое решение, а прям индивидуальный проект до всего за 60 тысяч рублей. На самом деле, вы должны понимать, что это просто невозможно. Интернет-магазин с индивидуальным дизайном ни при каких обстоятельствах не может стоить меньше 150 тысяч рублей. Потому что, если мы говорим об индивидуальной разработке, то здесь важно понимать, сколько человек будет заниматься вашим проектом. Если, ну, возьмем, знаете, такое, как бы, минимум, даже вот просто по минимуму, это дизайнер, верстальщик, программист. Это минимум. Соответственно, это три человека. Срок разработки, предположим, у нас три месяца. Соответственно, если вы обращаетесь за проектом в московскую компанию, то средняя зарплата специалиста составляет, скажем, 40 тысяч рублей. Думаю, в среднем так и есть, как зарабатывает намного больше. Ну, примерно так. Соответственно, у нас получается, что если проект стоит 150 тысяч рублей, то даже три человека, они уже почти всю стоимость этого проекта съедают. За месяц при том. А еще есть расходы на офис, есть прочие операционные расходы и так далее. Соответственно, нельзя ни в коем случае доверять вот таким предложением, потому что вы индивидуальной разработки, в данном случае, и индивидуального подхода не получите. Вы получите тот же самый конвейерный подход, как и в компании, которые предлагают разработать сайт за 10 тысяч рублей. Просто здесь еще при этом у вас просят не 10 тысяч рублей, а 60. Поэтому на такое я вам настоятельно советую не обращать внимания. И на самом деле отфильтровать таких не совсем добросовестных подрядчиков можно просто, если у вас есть какой-то опыт в веб-разработке, то общаясь с этими людьми, вы, скорее всего, поймете, что менеджер, который с вами работает, он не совсем понимает, не вникает в ваши потребности, ему не интересен ваш бизнес, ему интересно просто продать здесь и сейчас за 60 тысяч рублей, и все. Потому что он не будет вам задавать каких-то уточняющих вопросов, вникать в глубину, и скажет, давайте работать, пришлёте. Представители, менеджеры от более серьезных компаний себе такого не позволят, потому что они понимают, что если они вам сейчас оценят проект в 150 тысяч рублей или в 120, а потом выяснится, что ваш проект должен стоить в два раза дороже, то получается, что компания сработает себе в убыток, никому это не нужно, и поэтому с вами будут активно общаться, выяснять все ваши потребности, всё это будет прописываться и так далее. В случае с таким предложением такого сделано не будет, поэтому я еще раз... Ну, и смысл в том, что вы получите, конечно, на выходе готовый сайт, другое дело, что будет ли он отвечать вашим потребностям. Скорее всего, он будет сделан плохо, и он будет не работать, выглядеть некрасиво, неудобно для пользователя, и никаких ваших специфических задач он не решит точно. Отдельное внимание я хотел бы уделить тому, как способом и подходом именно к разработке. То есть это может быть... Ну, многие просто люди представляют, что пишется техническое задание, формируются там потребности, платятся предоплата, и начинают проводить работу, потом платится там промежуточный платеж, постоплата, но это по-разному. И никаких дальнейших согласований особо не происходит. Если они происходят, то заключается некий топ-соглашение, в котором прописывается стоимость работ, стоимость новых работ и так далее. Есть, на самом деле, такое понятие, как разработка по скраму. Ну, agile, вот здесь есть слово, такое agile, это, по сути, объединяющее в себя понятие методов гибкой разработки. Скрам — это частный метод, частный случай вида гибкой веб-разработки, о чем идет речь в данном случае. Смысл в том, что, когда вы приступаете к разработке, вам необязательно договариваться обо всем сразу. Например, вы можете сформировать некий пул задач подрядчиков, что мне нужно, например, в ближайшее время, в ближайшие, скажем, две недели. Вот этот период, он может быть разный. Может быть один день, может быть неделя, может быть две, может быть месяц. Ну и так далее. И вот вы, например, говорите, что мне нужно в ближайшие две недели реализовать такие-то задачи. Они будут совершенно разные, неважно какие. На самом деле это отличительная черта. То есть вы можете каждые две недели, по сути, формировать задачи и в любой момент в ходе разработки всего проекта в целом вносить изменения. То есть, по сути, проект разрабатывается в таком ручном режиме, в режиме ручного управления. У этого подхода есть множество плюсов. Ну, конечно, есть определенная сложность с тем, что возникают постоянные согласования бумажной работы и так далее. Если у человека есть задача избавиться от этого, то, конечно, проще просто заказать, довериться и вперед. Ну, здесь есть вопрос о доверии. Если вас вопросы с бумагой не пугают, то есть вот такой вот способ. Я думаю, что вы можете, обращаясь к вашему подрядчику, поинтересоваться, работают ли они по скраму. Если да, то это будет положительным моментом, потому что это позволит вам сэкономить средства на, например, разработку того функционала, который, как вы выясните в ходе уже разработки проекта, вам не понадобится. Вот может быть такая ситуация, и вы просто откажетесь от разработки этого функционала. Вместо того, чтобы, потому что когда вы уже заключили договор с подрядчиком, что вы уже по техническому заданию, то у вас есть некие обязательства, как разработчик обязан вам разработать этот функционал, вы обязаны оплатить эти работы. И даже если они вам не нужны, вы все равно с ним уже об этом договорились, вы должны их оплатить. Здесь вы можете в любом импу, допустим, каждую неделю вы вносите полузадачу на следующую. Соответственно, если вы приняли решение, что вам вот этого больше не нужно, вы можете просто это не вносить, это сделано не будет, вам не нужно будет за это оплатить. Собственно, в этом основное удобство. Здесь мы как раз переходим к части, как нужно себя вести с точки зрения договоров и вообще общения с потенциальным подрядчиком с точки зрения бумаг. Здесь очень важно, чтобы вы понимали, что как бы дружественно у вас не складывались отношения с менеджером или даже с руководством компании, вы можете, условно говоря, вечером пойти в кафе, чай пить с этим человеком, но в ходе работы у вас все должно быть прописано до отмельчайших подробностей. Ни в коем случае нельзя здесь доверять. Если вы отпустите вот этот момент на самотек, то ничего хорошего не получится, потому что подрядчик просто скажет, что у вас будет некий функционал, который вы будете ожидать видеть на сайте. Может быть, вы будете ожидать, что подрядчик будет вам отвечать в 2 часа ночи на ваши сообщения или звонки, для вас это принципиально важно, и вы вроде как договорились, а потом почему-то вам никто не отвечает в это время. И вы спросите, почему, и они скажут, что у нас в договоренности написано здесь в договоре время реакции 24 часа, все, мы будем отвечать в течение 3 часов, поскольку необходимо. Соответственно, нужно все моменты, которые вам принципиально важны, написать именно в договоре. И есть еще на эту сторону, на этот вопрос, на самом деле, можно поменять еще с другой стороны. Некоторые потенциальные подрядчики, точнее, нет, я имею в виду некоторые клиенты, я просто сам сталкивался с этим в своей работе, подходит к вопросу так, что чем меньше мы сейчас предварительно обо всем договоримся с подрядчиком, тем проще мне потом будет этого подрядчика прожать, чтобы он выполнил все мои условия, которые мне нужны, ну, естественно, чтобы я за это не платил. На самом деле, не совсем так, если у вас, кажется, получится, вам повезет, но в бизнесе на везение рассчитывать не стоит, нужно ко всему относиться очень внимательно и серьезно. Соответственно, скорее всего, здесь речь идет о том, что вы, рассчитывая на это, придете к тому, что подрядчик вам скажет, что, смотрите, у нас ни в ТЗ, ни в договоре не прописано того, что мы, допустим, вам должны умный поиск реализовать, а вы просто как-то это имели в виду в каком-то переписке, в каком-то разговоре и так далее. И это не будет сделано. Вы будете говорить на что-то давить, что вы не будете оплачивать, когда не будете принимать работы, а ваш потенциальный подрядчик будет иметь все основания для того, чтобы принудить вас к принятию этих работ. У вас не будет другого выбора, кроме как подписать акты, например. Соответственно, все эти детали обязательно нужно прописывать. Это важно. Ну и вот, что касается аналитики. Зачем она вообще нужна? Здесь самое главное, это, по сути, когда проводятся работы по аналитике, вы страхуете себя от перерасходования бюджета в дальнейшем или расходования его в ненужном вообще направлении. То есть о чем это говорит? Вы тратите, скажем, ну, как там цифры приводились выше, вы тратите, например, 100 тысяч рублей на аналитику, вы разрабатываете прототипы, пишете техническое задание, опрашиваете там какие-то, ну, опрашиваете ваших потенциальных клиентов и так далее. Это позволяет вам, например, лучше подойти и упростить процесс формирования, скажем, дизайн-концепции. Соответственно, это резко снижает риск того, что ваш дизайн-концепция, которую вы разработаете вместе с подрядчиком, примите ее и внедрите, что она будет неверна. Вероятность этого резко снизится. Соответственно, если, допустим, аналистика стоит 100 тысяч рублей, а разработка дизайн-концепция и дизайна, например, 200 тысяч рублей, то, отказавшись от аналитики, вы потратите 200 тысяч рублей и потом придется тратить их заново, потому что было сделано неправильно. Так, было сделано хорошо, красиво, дизайн классный, все здорово, но не то, что нужно, потому что, например, вот я лично сам столкнулся с ситуацией, с которой современный крутой дизайн с большим количеством новых течений и так далее был просто не жизнеспособен в сфере продажи стройматериалов, потому что клиенты от заказчика, которые пользовались услугами этого сайта, они отказывались нормально воспринимать плоский дизайн и саму структуру сайта. Им хотелось видеть красные кнопки и так далее. Разумеется, что в любом случае образные понятия красной кнопкой не нужно злоупотреблять и делать, но просто самое главное это целевая аудитория. Вообще сайт делается для клиента. Соответственно аналитика позволяет вам сделать так, чтобы проект, который вы разрабатываете, отвечал требования вашей целевой аудитории максимально на 100%, ну или на 99%. Что важно понимать, как понять, что проект успешно сдан и как сделать так, чтобы он стартовал и финишировал вовремя. И что нужно сделать для того, чтобы получить успешный и прибыльный проект в итоге. На самом деле основное, о чем здесь стоит сказать, это все то, что я говорил до этого, актуально здесь. Но еще я хотел бы добавить, что очень часто сроки проекта сдвигаются по независимым от потенциального подрядчика причинам. Здесь опять же очень многое ложится на заказчика. Я лично сам сталкивался несколько раз с ситуациями, когда клиент обращается и говорит, что нам нужно непременно сдать проект к 1 сентября. Мы ему говорим, хорошо, да, это возможно, мы разработаем и сдадим. И, например, после разработки дизайн-концепции клиент начинает утверждать дизайн-макета 2 недели. Соответственно, итоговый срок сдачи проекта будет смещен на 2 недели вперед. И здесь ничего нельзя поделать. Потому что вместо одного дня клиент утверждал проект 2 недели. Нужно всегда перед тем, как приступать к проекту, у себя внутри компании или внутри головы, скажем так, сформировать ресурс для того, чтобы иметь возможность заниматься проектом, чтобы участвовать в процессе разработки со своей стороны, помогать подрядчику не задерживаться с проектом, вовремя все утверждать, чтобы не отходить от календарного плана. Также, что касается старта проекта. Некоторые проекты, это, конечно, в большинстве своем актуально для крупных компаний, но и в сегменте малого и среднего бизнеса такое тоже бывало, когда, например, договор может согласовываться с юристом на протяжении месяца или двух. И не потому, что там есть какие-то мошеннические элементы, которые вызывают подозрения и так далее, а просто потому, что юридическому отделу нужно время, которое нужно потратить на то, чтобы эта заявка дошла до него, потом несколько дней для того, чтобы ее прочитать, сделать какие-то правки, внести, скорее всего, а потом отправить назад. В общем, начинается такой процесс перекидывания этими документами. Здесь, в случае с крупными компаниями, ну, так устроена жизнь, скорее всего, этого не удастся избежать. Это как есть. А вот в случае с мелким, с малым и средним бизнесом, есть возможность этого избежать, если договор и все прочие документы обсуждаются заранее, согласовываются заранее, и процесс согласования не должен подразивать 10 сетераций. Условно говоря, если вы получили документ и видите, что вы явно не согласны с этим пунктом, нужно сразу брать и отправлять этот договор вашему подрядчику, а потом через несколько часов и на следующий день подумать, что еще и вот этот пункт вас тоже не устраивает. Это сильно замедляет процесс согласования договора. Здесь нужно подходить к этому процессу иначе. Вы просто анализируете договор, думаете, действительно, какие пункты вас принципиально не устраивают, какие они просто неприемлемы для вас и есть ли они вообще. И после этого только формируете пул вот этих вот правок к договору и отправляете. Все вместе. Это позволит сократить срок согласования договора до одной-двух итераций. Потом подрядчик пришлет вам свои пожелания к вашим правкам и так далее. Вы, собственно, по всем договоритесь. Ну и такое есть образное представление о том, что успешный финиш равен успешному старту. Потому что для того, чтобы успешно завершить проект и успешно его стартовать, вам нужно обратиться именно по адресу. Потому что если вы никогда даже не сталкивались с бюджетами, например, за миллион рублей из интернет-магазина, вам эта сумма кажется немыслимой, то и обращаться к ведущим веб-разработчикам тоже не стоит, потому что они вам будут называть, скорее всего, именно такие суммы. Это нужно понимать и экономить свое время и время ваших потенциальных подрядчиков. То есть, условно говоря, вы понимаете, что у вас есть бюджет 50 тысяч рублей и, соответственно, лучшее решение в таком случае это зайти на marketplace и купить готовое решение и лицензию. И не тратить много своего времени. Важно, что задуматься о SEO и интернет-маркетинге нужно заблаговременно, то есть еще до создания сайта. Потому что если вы разработаете сайт с подрядчиком, а потом скажете, а теперь давайте его SEO-оптимизировать, то есть вероятность того, что вам придется этот сайт перерабатывать. Потому что некоторые подрядчики, ну, конечно, если мы говорим о серьезных крупных компаниях и добросовестных подрядчиков, то, безусловно, все SEO-требования закладываются изначально. Но некоторые так не делают. Соответственно, есть вероятность того, что вам придется перерабатывать часть сайта или вообще очень значительную его часть. Вам нужно понимать, с помощью чего можно продвигать ваш сайт. Конечно, безусловно, это можно отдать на подряд, опять же, в компанию. Но если вы хотите этим заниматься самостоятельно, то вам стоит заранее проанализировать ваших конкурентов, то, как они себя позиционируют в интернете, как они продвигают свой сайт и так далее. Без этого запуск проекта невозможен. Потому что если вы начнете заниматься этим после сдачи проекта, то получается, что вы теряете время драгоценное, которое вы в это время могли бы зарабатывать деньги. Соответственно, вот этими вещами лучше заниматься либо долей, либо параллельно с разработкой проекта, если вы занимаетесь ими сами. Также бывает такое, что вам подрядчик хочет сдать сайт, а вы считаете его не идеальным. Есть в нем какие-то ошибки, недоработки, и вы его не будете принимать и запускать до тех пор, пока он не покажется вам идеальным на 100%. На самом деле, идеальных людей и вещей их не бывает. Всегда есть какие-то ошибки. Любая компания, какая бы вам не разрабатывала сайт, в любом случае при издаче и после нее, скорее всего, будут обнаруживаться какие-то баги. Другое дело, что они должны быть критичные, они должны быть незначительные, но они всегда будут от этого уже не застрахованы. И как в случае с малым бизнесом, так и в случае с крупными проектами, вообще, чем сложнее проект, тем вероятность это выше. И поэтому не нужно дожидаться, пока вам исправят все ошибки, нужно запускать как есть. И уже в ходе того, как сайт начинает работать и приносить прибыль, дорабатывать и исправлять. Это, во-первых, позволит быстрее начать получать прибыль, во-вторых, по сути, это самое рациональное поведение. Потому что, да, конечно, вы запускаете продукт с какой-то ошибкой, на ваш взгляд, но при этом он уже приносит вам деньги. Соответственно, он будет приносить лучше, если этой ошибки не будет, но он уже приносит, какие-то деньги он приносит. Соответственно, нужно этим пользоваться. Безусловно, важно для того, чтобы заниматься бизнесом в интернете, нужно для этого иметь много желания, энергии и тратить на это достаточное количество времени. Ну, либо достаточное количество денег, если все полностью отдается на подряд. И здесь еще одно из самых главных, что вы должны понять, что сразу, допустим, вы разработали интернет-магазин, запустили его, и ожидаете сразу дохода, условно говоря, в 200 тысяч рублей в месяц. У каждого человека свои, скажем так, бланки, которые он себе ставит. Ну, допустим, вы ожидаете вот такого дохода. Он, скорее всего, не придет к вам сразу. Даже если вы дадите рекламу в директе, даже если у вас будут классные товары, скорее всего, вы сначала будете получать совсем немного, и с течением времени вы будете набираться опыта и развивать свой проект так, что, да, вы дойдете до этого результата и сможете развиваться дальше. Вот. Ну, на самом деле, это все, что я хотел сказать. Наверное, вот. Поэтому я передаю слово Сергею. Вот. Поскольку он начинал наш вебинар, то он услышал его и закончил. Спасибо большое. Спасибо большое, Михаил. Очень интересно. Ну, собственно говоря, тут есть, я так вижу, пару вопросов к вам, Михаил. Как вы оцениваете, оцениваете ли вы срок окупаемости сайта для клиента? Михаил? Сергей, да, прошу прощения. Можете повторить вопрос? Да. Вы оцениваете срок окупаемости сайта для клиента? Ну, вы знаете, достаточно часто клиенты обращаются к нам именно с такими вопросами. Здесь важно, что мы можем спрогнозировать срок окупаемости. Мы можем сказать, что, предположительно, срок окупаемости вашего сайта составит там год, к примеру. Но важно принципиально, что мы не можем дать гарантию. Там и никто не может дать гарантию. Мы можем лишь дать прогноз. Если клиента устраивает формат именно прогноза, что у компании первый бит есть опыт, есть репутация, соответственно, мы просто пустыми словами не бросаемся. Соответственно, мы говорим, что срок окупаемости будет примерно год. Подписать бумагу под этим мы не согласны, потому что может произойти все, что угодно, независимое от нас, и срок этот может измениться. Ну, примерно вот так. Окей, да, понятно. И по поводу аналитики. Где гарантия, что аналитику проведут компетентные специалисты, а не дилетанты? Ну, если говорить о нашей компании, например, то здесь опять же весь вопрос в репутации и в портфолио, в опыте и так далее. То есть люди, которые к нам обращаются, они знают, что компания первый бит из себя представляет и какие люди здесь работают. Соответственно, вопросов с доверием возникать не должно. Другое дело, что если клиент по какой-то причине обращается в другую компанию, вот как понять, насколько грамотно будет проводиться работа? Я могу сказать, что в большинстве случаев с маленькими компаниями, с маленькими веб-студиями и так далее, речи, например, о такой должности, как аналитик, не идет. Скорее всего, аналитику будет проводить для вас либо директор, либо тот же самый менеджер, который с вами работает, либо дизайнер, в общем, скорее всего, это будет какой-то специалист, который с вами работает, он же будет и проводить эту аналитику. Это, конечно, хорошо может быть, может быть и не очень. Чтобы застраховать себя от этого, от возможных ошибок с этим связанных, важно убедиться, что в компании действительно есть должность аналитика, на ней работает человек. Вы можете прямо задать этот вопрос и при необходимости попросить у компании соответствующую информацию. Они ее вам, скорее всего, предоставят, если они есть чем подтвердить либо не предоставят. То есть, если должность аналитик есть, то это уже хороший сигнал. Другое дело, что этот аналитик из себя представляет, вы можете попросить встречу с этим аналитиком, пообщаться с ним, насколько он будет отвечать вашим представлениям о том, как это должно быть. Поэтому спасибо. Хорошо, спасибо, Михаил. Я думаю, что на этом мы закончим. Спасибо большое за внимание, что сегодня к нам присоединились и провели с нами довольно долгое время. Надеюсь, что вебинар был полезен. Михаил, спасибо еще раз большое за выступление. Спасибо всем служителям, всего доброго. Но, как и говорил, запись вебинара появится на сайте в разделе вебинара и, собственно говоря, в анонсе текущего вебинара. Ну, я надеюсь, что сегодня чуть ближе к вечеру она отконвертируется, мы ее выложим. Все, всего доброго, спасибо. 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 Спасибо.